Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 11 апреля 2017 года, вторник, по одному из старинных 41-й день месяца пробуждения природы, 7525-го лета, седмица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящён теме «В чём отличается Германия от России? Сравнительный анализ». И автор-сказитель у нас сегодня Вячеслав Сееволь. Здравия тебе, Вячеслав! Здравия желаю, Алексей! И всем слушателям здравствуйте тоже из Германии. Прямо так, по-военному, да из Германии. Итак, у нас с тобой уже не первый эфир, поэтому долго расшаркиваться не будем друг перед другом, представляться тоже не будем. Кому интересно, послушайте предыдущие наши общения. А сегодня у нас достаточно интересная тема. Так всё же, чем отличается Германия от России? Да, вот такой сравнительный анализ. Я предполагаю, что ты дашь основные какие-то направления, а дальше уже мы будем в формате диалога эти направления рассматривать. И к нашему диалогу будем подключать ещё и тех, кто нас слушает по Народному славянскому радио и пишет в чате, и тех, кто нас слушает и смотрит в видеоканале YouTube, и там тоже что-то пишет. Пожалуйста, предоставляю тебе слово, я на подхвате. Я буду вставлять свои какие-то суждения, мысли, образы и так далее. Пожалуйста. Хорошо. Ну, во-первых, благодарю за предоставление, возможность такое, чтобы с людьми поделиться знаниями и опытами. Всё-таки я уже в Германии живу, в этом году исполнилось ровно 20 лет, как я живу в Германии. И у меня такая возможность просто хорошая есть, что из-за того, что я владею хорошо двумя языками, и в принципе и в России частенько бывал тоже, и в Германии живу, и есть возможность хорошо сравнить. И поэтому по поездкам в Россию я понял, что у многих людей во многом иллюзорное представление о том, как на самом деле люди живут на Западе и в особенности в Германии. И чтобы, в принципе, людям понятно было, как мы будем вести наш разговор и по какой методологии вести сравнение, для этого я использую, в принципе, шесть приоритетов учёных средств управления, то есть из концепции общественной безопасности, чтобы просто было понятно людям, по каким блокам будем вести сравнение. Если кто не знает, есть концепция общественной безопасности, её изучают и в Европе тоже. Там есть шесть приоритетов, то есть это военно-генетические, экономические, технологические, исторические и мировоззренческие приоритеты. В принципе, и вот можно разные блоки, хоть даже сравнить государство или как, или на других сферах переложить, очень много можно хорошо объединить. И вот для объединения и лучшего понимания будем использовать эти шесть приоритетов. Ну а начнём мы с самого нижнего приоритета, то есть с шестого приоритета, с военного. И тут надо просто-напросто следующее понимать. Как бы это странно ни звучало, но Германия и Россия, хоть они в предыдущем времени очень много враждовали, но у них как есть очень много чего схожего, но и есть колоссальные различия. И если посмотреть, что в определённых сферах у одной страны хорошо, а у другой страны, ну, допустим, как вот, если хорошо в Германии то или иное, то в России, соответственно, есть чему поучиться у Германии. Ну и наоборот, да, что у России хорошо, у германцев хворает, соответственно. Вот взять, к примеру, армию то же самое. Германия, Бундесверт, это часть НАТО. Местное население, оно во многом, если так вот поговорить с людьми, оно к армии имеет не совсем положительное отношение. То есть они прекрасно понимают, что германский Бундесверт, их использует НАТО, да, для достижения своих геополитических целей. И опять же, многие люди в Германии видят, что расширение НАТО на восток, а в Германии играет в этом немаловажную роль. Если мы вспомним недавно переброска американских войск на восток, то есть в Балтику туда, это все шло через Германию тоже. То есть Германия играет стратегическую роль. И многие немцы, они уже опыт имеют предыдущих десятилетий и столетий с Россией и понимают, что с Россией надо больше дружить, а не воевать. Но элита, которая в Германии, она во многом настроена против России, то есть русофобская элита. Это мы хорошо видели, когда произошел теракт в Питере, да, что броненбургские ворота не подсветили, ну, как цвет не сделали российским триколором. Так вот, у народа в Германии во многом, если поговорить с ними, у них отрицательное отношение к Бундесверт. Многие даже не идут в армию специально, потому что они понимают, что там якобы как их переформатирование сделают и в систему их, ну, подтянут тем самым. А вот в России, я вот с нами поговорил и знаю это прекрасно, да, что общество поддерживает армию. То есть для них это их незащитники. Они прекрасно понимают, если армия нас не защитит, соответственно, да, то, кто нас защитит. Не просто, так говорится, армия, флот, наши друзья в России. А в Германии это не так. Они увидели, что Бундесверт дал и не поддерживают. И многие даже за то, чтобы дальше сокращать армию в Германии и не делать ее военно. Они говорят, мы ни на кого нападать не собираемся, и поэтому нам даже не нужна армия. Ну, а в России они прекрасно понимают, если армия не защитит, соответственно, то кто их защитит. Ну, вот что касается, к примеру, взять армия, она это одно из различий. А вот взять, к примеру, другие силовые структуры, как полиция та же самая, то в Германии очень многие уважают полицейских, как бы это странно ни звучало, и к ним относятся хорошо. Они взятки не берут, ну, по крайней мере, по мелочам. То есть, там, если поймали, не дайте на лапу и езжайте дальше, как такое часто практиковалось в России, еще правилогично практикуется. Полицейских, если он даже идет в форме, просто так идет, то к нему проявляют уважение. И их, вот именно вот полицию, к примеру, да, их видят как люди, которые отвечают на самом деле за правопорядок. И люди, во многом полицейские, если к ним относятся нормально, то и эти люди относятся так же тоже к тебе нормально. То есть, они не наглеют, к примеру. Они, ну, не пытаются унизить, показать свое превосходство. Конечно, они понимают, что у них есть и права, и они, ну, можно сказать, выше стоят. Но это люди, которые во многом просто, они понимают, что это ихняя задача, ну, их не работа, можно так сказать. И вот многие люди, к которым отношусь я тоже, у меня раньше было тоже негативное мнение о полиции, к примеру, да. Ну, как из России, мусора, там, менты, козлы и все такое. Потому что мы в 90-е годы тоже выехали с России, когда весь этот беспредел был, он тоже, в принципе, наложил свой отпечаток. А в Германии я понял, что если полиции бы не было, во многом был бы беспорядок. Но полиция, опять же, многие полицейские, они понимают. Они часть системы. Во многом полицию тоже, ну, верхушка, натравливает на народ. То есть, приводят к таким действиям, ну, хоть на митингах, там, хоть где, где полиция должна идти против народа, хотя они даже поддерживают многие полицейские, но и стараются как можно меньше, ну, тем самым навредить, к примеру, ущерба сделать людям, там, или как, ну, меньше проявить жестокость, скажем так, соответственно. Но вот элита, она прекрасно понимает, что надо народ унизить и оградиться больше от него. Почему тут полицейские структуры усиляют, с одной стороны, ну, в определенных вот землях. Но, опять же, вот Германия, она неоднородная. То есть, многие не знают, что в Германии есть 16 земель. И каждая земля, она по-своему, как, ну, ответственна за себя во многом. И вот я жил в Баварии, где у нас в Баварии практически 50% всех преступлений, они раскрываются. А остальные со временем тоже раскрываются. То есть, полиция здесь не дремлет и ходит, там, например, наркотики, там, убийства или еще что-либо. У полиции очень много прав, да, и они хорошо работают. По крайней мере, это могу точно утверждать за Баварию. Но взять тоже самую тему нелегальных мигрантов, которых запустили сюда. Полицейские многие говорят, у нас руки связаны. Мы не можем против них действовать так, как хотели бы, соответственно. Потому что сверху дается указание, например, кого-то трогать, а кого-то не трогать, к примеру. Ну вот, допустим, что касается полиции. А вот в России, там у многих, конечно, другое отношение. Да, то есть вам-то не надо рассказывать. Многие слушатели в России сами прекрасно понимают. И вот, чтобы закрыть эту, можно сказать, цепочку эту, взять, к примеру, те же самые тюрмы в Германии. С Советского Союза Германию по официальной статистике, ну, с бывшего Советского Союза, правильно так можно сказать, то есть с постсоветских стран, переехало в Германию приблизительно 4,5 миллиона людей. Немного, немало. 4,5. То есть только официально. Ну и логично, наши люди во многом, прошедшие 90-е годы, криминалом тут занимались, ну и все такое. То есть многие побывали в тюрьмах. Они понимают прекрасно, что германские тюрьмы, по сравнению с русскими тюрьмами, это, как говорится, как небо и земля во многом. Да, то там и одежда нормальная, и питание нормальное, и проживание. И для многих даже им в тюрьме лучше живется, чем на воле. То есть, ну, отношение, к примеру, к зэкам тоже не совсем такое, ну, хорошее, потому что там система соответствующая, она требует жестокость. Но взять те же самые тюрьмы, да, там даже и зэков держат более-менее в нормальных условиях. Ну, а что касается наркоты, там, проституции, все такое, то и в германских тюрьмах то же самое, в принципе, как и в российских. Было бы желание, а все остальное найдется. Ну, вот это, в принципе, по первому блоку такой вот небольшой вот такие вот, такая информация, можно сказать. Хорошо. А ты сказал, что нету каких-то полномочий по поводу наведения порядка с приезжими, которых сейчас очень много в Германии. Это что, чье-то специальное указание не трогать? И тогда в этом случае, если это указание, каким же образом тогда расследуется преступление, и каким образом тогда преступников ловят, если такое указание, их не трогать? Преступников ловят местных. То есть те, кто уже официально, можно сказать, в Германии зарегистрированы, и все такое. Что касается вот мигрантов, далеко ходить не будем. Я живу 60 километров от Чехии, 60 километров от Австрии. То есть в самом таком уголке, можно сказать, Германии, через нас вот шел один из главных потоков, когда вот открыли шлюзы. И было такое указание даже полицейским не досматривать мигрантов. И я у полицейского спросил, лично разговаривал, а почему? Почему вам дали такое указание не досматривать и все? И он не сказал. Им сказали, что они могут болеть разными болезнями. И полицейские могут, ну, тем самым заразиться и нести заразу. Я говорю, ну, а как так? Тогда что, другие должны будут заражаться, и это же дальше чума может еще распространиться. Полицейский тоже улыбнулся. Конечно, я понял. Просто, чтобы люди понимали, в Германии каждая кошечка, каждая собачка, можно сказать, зарегистрирована. Да, у них чипы есть все и так далее. А тут тысячи людей запустили в страну, неизвестно откуда и неизвестно с какими целями они вообще сюда приехали. А что касается, вот если они делают преступление какое-то, то полицейские их ловят, к примеру, даже там грабежи, продаж наркотиков, ну и все такое. Они их ловят, а потом их выпускают на следующий день. То есть сверху дается руководство, соответственно, их отпускать. И во многом их отпускают. И полицейские, они в Германии, что касается мигрантов и нелегальных вот этих людей, они во многом, как сказать так, они во многом уволились, можно так сказать. То есть они уже перестали с этим бороться, потому что они понимают, у них нет желания огромного. То есть они их ловят, а потом они их вынуждены выпускать, соответственно. И это, конечно, руководство сверху. Вот опять, чтобы мысль завершить, вот взять в Кёльне, когда это все было, два года назад, у полиции не было указания разогнать этих всех. То же самое, как вот когда Беркут стоял на Майдане, если Бенукович дал указание, Майдан бы там быстренько разогнали бы. И так же тоже и вот в Кёльне, просто не было сверху политической воли, и это было сделано специально. Ну то есть, скажем так, шли люди, молодые, здоровые, крепкие ребята, а что там у них в рюкзаках, никто не спрашивал. Взрычатку ли они несут, автоматы, пулеметы, патроны, химическое оружие, гранаты. Просто под предлогом того, лишь бы вы не зачихали, не заболели, не зачихали, никого не трогать. А теперь эти ребята хорошо устроились, теперь им всё дозволено. Ну да, интересно. Тут у нас как-то был разговор, и встал такой вопрос, а что дальше-то будет? Что дальше будет в той же самой Германии? В принципе, все сошлись к двум вариантам. Первый вариант — это или германцам придётся вспомнить, что такое концлагеря для тех, кто их не устраивает, или придётся испытать Варфоломиеву ночь на себе из тех бородатых молодых ребят, которые несколько более с тёмной кожей, более загорелые. Вот два варианта как-то так сами с собой напросились. Третьего варианта особо выдвинуто не было. Ну что ты скажешь по этому поводу? На данный момент всё идёт к этой ночи, или к ночи, которая может быть, потому что те люди, которые приехали сюда, в Германию, во многом они приехали из другой культуры и другого уклада жизни вообще. И они во многом считаются силой. А германцев их перевоспитали. Мы ещё, в принципе, к этому придём, как что с ними случилось. Вот. Если так дальше всё пойдёт, то просто-напросто будет большая резня между христианами и мусульманами. А это, в принципе, это в планах глобальных элит по сокращению белой расы на евразийском континенте, в принципе. Но здесь я немножко обрадую, мой говорит, Алексей, тебя и других слушателей. Здесь есть ещё выход. Есть ещё третий путь. Не зря, ты говоришь, Бог любит Троицу. И тут мы, по крайней мере, как мы видим, выход единственный у германцев остаться как народ и дальше развиваться и жить в согласии, во-первых, с Россией и с другими людьми, которые здесь живут. Это союз между Россией и Германией. Потому что у России есть опыт с исламом. То есть уже на протяжении столетий мусульмане живут в России. И вот российские мусульмане, они могут внести существенный вклад в нормализацию отношений с европейскими мусульманами. То есть им показать, когда одноверцы им скажут, что парни, вы очнитесь, вас просто хотят это использовать как средство, то для многих мусульман это в Европе может повлиять на них и они, ну, разумеется, соответственно, и не будут использованы как инструмент на травление, соответственно, германцев. Поэтому мы видим этот третий путь и, в принципе, работаем над союзом между Россией и Германией. Я тоже за такой путь воевать нам надо прекращать, а любить и дружить с друг другом это однозначно. Так вот, реплики сейчас зачитаю по первому пункту. Виталий из Эстонии к нам написал. Пропаганда работает вот и у людей иллюзии в отношении, как живут люди в разных странах. Дальше. Вопрос эфира от Владимира Зматича. Здравия, Вячеслав. Кто будет защищать народ Германии от европейского халифата? Кто примет беженцев? Россия? Кто будет защищать? Хороший вопрос. Кто будет защищать? В том году я был в России четыре раза. И в разговоре с одним русским человеком он мне говорит Вячеслав у нас нет интереса принимать 60 миллионов немцев из Германии у нас в России. Я на него смотрю и понимаю просто к чему он клонит. Он говорит прекрасно понимаю, что он говорит если вы не очнетесь там и сами не встанете и не наведете порядок вас просто-напросто германцев вырежут и единственный остров свободы можно так сказать или безопасности это будет для вас Россия. И многие интуитивно чувствуют это и уже сваливают с Германии. То есть я вот допустим вчера только разговаривал с человеком он к примеру уезжает в Сербию. Многие в Россию надумывают или в Венгрию или в другие страны уже. А что касается соцзащиты то надо понимать следующее. Коренные германцы они вооружены до зубов. хоть их перевоспитали во многом но они прекрасно понимают если будет на самом деле каос да то они достанут свои стволы и у многих на это есть право то есть что касается этого в Германии очень развиты сообщества называемые Шитцинфорайна то есть это на протяжении уже можно сказать столетий да где люди встречаются там тренируются совместно на охоту ходят все такое и очень многие люди имеют на самом деле боевое оружие даже подсчитали в Германии что у населения больше оружия чем у армии в Германии вот поэтому что касается защиты если на самом деле до войны дойдет то оружие у германцев хватает вопрос только такое наберутся ли они смелости а смелости они наберутся только тогда когда их на самом деле прижмут когда священная птица с жареной петух вместе с раком на горе прококорекает да ясно хорошо идем дальше реплика эфира от Виталия из Эстонии Германии Россия мне напоминает фильм Матрица в разных формах и еще одна реплика от Виталия так если беженцы и мигранты являются гостями так соблюдайте правила Германии но это на словах так все здорово Виталия хорошо переходим к следующему пункту номер 5 с военным разобрались секундочку я еще просто хочу дополнить если бы это как были как гости так во многом то вот как раз те кто и приезжают сюда они ведут себя не как гости а как новые хозяева как заяватели вот в этом как раз вот и большая разница да я тоже хотел это отметить что гость по-другому себя немножко ведет гость попросится разрешите войти будьте так любезны 10 раз лапки вытрет на коврик ботиночки в сторону снимет и войдет еще сядет на краешек стула и будет ждать когда ему чай нальет и потом вовремя уберется если его попросят эти ребята сюда пришли не как гости они пришли сюда уже с большими планами надолго так что Виталий к ним ноги на стол на пол плюют и говорят давай убирай за мной мой немецкий раб во многом такое вот и есть даже в Германии как бы это сравнивать но будем двигаться дальше жаль жаль забрать эйфорийцев жаль печально ну ладно идем дальше ну многие поймут это когда мы дойдем до исторического приоритета и немножко копанем в историю и многие в принципе поймут почему такое плачевное состояние у германского общества на данный момент по крайней мере еще вот хорошо будем двигаться дальше давай посмотрим генетический приоритет то есть это все связано что с генетикой со здоровьем многие знают прекрасно что на западе развита очень хорошо медицина по сравнению вот с Россией конечно это на самом деле очень так то хорошие услуги соответственно делаются но надо следующее понимать в Германии как и в принципе в каждой капиталистической стране двухклассовая медицина то есть есть медицина для всех и медицина для избранных и здесь это для всех в принципе нормально то есть для сравнения если человек в стандартной кассовой системе каждый месяц он платит взносу туда все зависит в принципе от заработка тоже он позвонит к врачу и у него спросят вы в какой в кассе стандартный ну стандарт например но хорошо через два месяца можете прийти к врачу от разных врачей конечно направление зависит по-разному но в среднем надо относительно долго ждать к примеру если там к ортопеду попасть или более какие-то углубленные исследования а если человек зарегистрирован приват то есть ну лично он в такой страховой системе другой соответственно то здесь врачи они больше могут с компанией получить и они чуть ли не на следующий день многие готовы предоставить уже возможность прийти ему то есть здесь во многом в Германии и вот на западе но в Германии в целом медицина работает хорошо то есть если надо на самом деле какую-то операцию сделать или что у меня тоже по жизни было что пришлось сталкиваться очень хорошо и в больницах во многом ну если сравнить с Россией да вот опять же мы сравним сегодня Германию и Россия то относительно и чисто все и смотрит даже питание там можно выбрать и вегетарианское меню себе там ну разным то есть даже без молока там ну и все такое то есть было бы желание соответственно но это все только возможно почему потому что всем хорошо платят врачи они во многом не заинтересованы чтоб человек выздоровел как бы это странно не звучало потому что они прекрасно понимают пока человек болеет да он будет приносить денежки а надо же за все платить во многие то многие то в кредитах хоть это аппаратуру которую они купили или еще что-либо и они прекрасно понимают что дойну корову надо держать соответственно и поэтому не решают причины многих болезней а вот поверхностно соответственно вот люди многие они прекрасно понимают что эта система медицинская система в Германии она неправильная да что человек он как кошелек и врачи и поликлиники все это они пытаются как можно глубже соответственно туда свою руку засунуть поэтому многие занимаются своим здоровьем как бы странно это не звучало но во многом взрослые люди то есть от 40 и выше занимаются больше своим здоровьем развиваются смотрят за питанием там отказываются от мяса или все что-либо чем молодежь то есть вот я запрыгну немножко вперед огромная разница между Германией и Россией вот я вот в России на многих семинарах тоже был во многом это молодежь идет и развивается то есть от 20 и выше а вот в Германии ну конечно все зависит от тем но вот во многом это от такие самые молодые можно сказать это от 35 и выше люди которые развиваются а во многом это от 45 и до 70 люди уже взрослые но они меняются и развиваются пытаются улучшиться сами и соответственно здоровье свое потому что они прекрасно понимают что медицина со своими таблетками со всем этом то есть она больше но губит и человека соответственно чем помогает ему но опять же вот разница какая между Россией и Германией для многих Германии пойти куда-то и выпить пивасика так пиво да это само собой то есть для многих Германии это или на работе пить пиво да если там они на стройке или где работают они не могут без этого то есть им обязательно надо пиво а те даже кто не пьют на работе многие приходят и после работы пиво два или три даже выпивают а каждый человек может это представить если вот прийти домой и три пива выпить соответственно это может быть кажется немного но если на год посчитать да нож на 365 то там ни один ящик набегает а для многих это в Германии это как это само собой пиво это не алкоголь это еда это жидкая еда особенно как это в Баварии говорят поэтому допустим вот германцы они не напиваются то есть не так то что как вот в России еще многие они бухают может сказать до упада нет тут многие стараются выпивать кавычках культурно все-таки держат вот эту вот такую планку да но не нажираются но если посмотреть в количестве то в Германии мы тогда подсчитывали тоже в среднем на каждого 12 литров употребления спирта да на алкоголе в год в России это вроде бы было 18 сейчас снижается но в Германии эта планочка держится около 12 литров ну то есть с алкоголем для многих это само собой а вот в России я многих знаю я сам трезвый образ жизни веду и другие в основном молодежь они ведут трезвый образ жизни они понимают что это оружие геноцида благодаря конечно Жданову Петрову Ефимову и всем остальным кто людям открыл глаза на эту тему многие стараются а вот если это в России молодежь то в Германии это и как я уже сказал во многом взрослые люди кто занимается сами собой особенно своим здоровьем и это тоже выходит на продолжительность жизни то есть это люди которые уже ну в возрасте если сравнить в Германии в 65 лет и в России 65 лет то это два разных человека могут быть то есть если в России в 65 лет это уже бабулька может быть который там на лавочке сидит и за внуками смотрит то тут в 65 лет бабуля такая может быть что еще любой молодой даст фору и вот ты говоришь там три бутылки пива ну средние по 500 грамм наверное да 500 миллилитров вот если так все рассчитывать то в одном литре пива 5% содержится примерно 50 грамм чистого алкоголя вот умножайте 50 грамм на полтора литра это получается 75 грамм чистого чистого спирта теперь умножать на 30 дней это получается 2 литра 250 грамм умножать на 12 месяцев это получается 27 литров чистого алкоголя на того кто выпивает казалось бы три бутылочки пива немного 27 литров чистого спирта в год выпивает этот человек. Всего лишь навсего пиво. Ни вино, ни водка, ни шнапс. Просто пиво. А причем для многих это само собой прийти после работы и выпить как минимум бутылку пива. Само собой. Ну, я думаю, что, наверное, и женщины тоже употребляют. Ну, хорошо, даму пускай употребляют в три раза меньше. Но это получается 9 литров чистого спирта. То есть получается вот так. Если умножать, то где-то все равно в районе 18 литров чистого спирта среднее на человека приходится в Германии только по пиву. Это не считая праздники, когда там есть шнапс, когда есть какие-то пиньяки и прочие-прочие гадости. Так что вот так. И многие не видят это как отраву. Вот что очень важно. У них нет в сознании, что это отрава и оружие геноцида у многих. Те, кто развивается, понимают, конечно, но это, что касается с алкоголем, это относительно мало количества людей, кто прям полностью завязывается с этой отравой. Просто они уже настолько выросли вот с этим бухлом, и с пивом, и с вином. Это вот тоже взять от регионов к региону. Разно. Если в одних регионах больше пива могут употреблять, то в других регионах, где больше выращивают виноград, там пиво мало пьют, а больше вино пьют. То есть они заменили на вино, но разницы никакой нет. И там, и там этиловый спирт, что вредно для здоровья. И это, в принципе, видно по статистике смерти тоже. В Германии каждый седьмой умирает от табакокурения. А на, так сейчас скажу, или на втором, или на третьем месте по смертности это проблема сердечно-сосудистой тракта. А это, конечно, это следствие алкоголя. И также тоже и больные дети рождаются. В Германии очень много даунов. Прямо вот видно, да, что очень много. И те, кто разбираются, они прекрасно понимают, что дауны – это не только от смешанных браков, ну там, где брат с сестрой, но и следствие употребления алкоголя в молодости. А многие даже это не осознают, что насколько алкоголь на самом деле губительный. И в этом во многом преимущество у тех, кто приехал в Германию. Большинство из них, у них не принято в культуре пить. Ну это, во-первых, употреблять алкоголь, я имею в виду. Пьем-то мы все. Воду, чай. Только бухают не все. А Коранам запрещено, например, употреблять алкоголь. И многие турки, которые живут даже во втором, в третьем поколении, многие из них не употребляют алкоголь, потому что в их культуре это не принято. А вот у германцев их алкоголь сделал тоже пассивный. Они прекрасно понимают, что надо расслабиться как-то, снять стресс. А многие не понимают, что пиво, особенно мужиков, делает такими женоподобными существами. А вот те, кто приезжает, соответственно, из-за того, что они не употребляют пиво, у них логично, у них больше тестостерона. А те, кто употребляют пиво, эстрогена, соответственно, у женского гормона больше. И вот одна из главных причин, почему многие в Германии терпят это еще все. Потому что у них не хватает, так обратно говоря, просто тестостерона. Чтобы хлопнуть, ударить кулаком по столу и сказать, хватит. Больше так не идет. А для этого надо проявлять мужскую силу, в чем во многом у многих в Германии проблема с этим. Да. Ну, принципы воздействия и уничтожения, они везде одинаковые, на самом деле. Просто где-то они подаются в такой обертке, а где-то подаются в иной обертке. Но дохнут люди, как мухи, от дихлофоса. Ладненько. Идем дальше. Идем дальше. Методы управления, они везде одинаковые, Алексей, как ты правильно подметил. И вот в этом как раз плюс жития на Западе, что я вот живу уже 20 лет, хоть и планирую рано или поздно опять вернуться в Россию тоже. Но я вижу, как управляют в России, какие методы там работают. И какие методы работают в Германии управление. И методы управления государствами одни и те же. Просто, как ты опять же сказал, в разном слове все это преподают. Да, и подстраивают под менталитет, под культуру уже. А средства те же самые. Хорошо. Давай двинемся дальше. Что касается экономического приоритета. Прекрасно понимать. Германия не просто так экономический локомотив Евросоюза. Благодаря Евросоюзу и из-за того, что в Германии тоже появилось евро, марку опустил... Ну как, раньше же была марка, мы еще, слава богу, захватили марки. Могу сказать просто, в 97-м году, когда мы приехали в Германию, можно было на 100 марок купить полную тележку еды. Причем полную тележку еды. Сейчас, чтобы купить полную тележку еды, даже 100 евро не хватит. А, это 200 марок. То есть, инфляция прошла колоссально за эти годы. Хоть официально заявляется статистика, что всего якобы инфляция 2%, но инфляция в Германии приблизительно от 6 до 8%. Реальная инфляция, я имею в виду. Это хорошо видно по продуктам питания. И из-за того, что в Германии ввели тоже евро, людей в Германии кинули. Как бы это странно ни звучало, на 50%, можно сказать, их сделали беднее. Но тем самым, у германской промышленности появился очень большой плюс. Они теперь могли продавать свои товары в другие страны, как в Грецию, в Испанию и так далее, где раньше германские товары были дорогие, но с помощью евро Германия во многом выиграла и с помощью Евросоюза. Почему как раз и германская элита с помощью Евросоюза пытается другие страны объединить в один кулак, чтобы с помощью Евросоюза решать свои геополитические задачи в мире, соответственно. И вот что касается производства, то германское производство, оно во многом расширено на экспорт. Так как у Германии нет ресурсов, ресурсы они, в принципе, получают со всего мира, они настроены только на производство. И во многом они экспортируют. И в Германии разница между тем, что вывозят они, экспортом и импортом, она очень большая. Приблизительно на 200 миллиардов около такого размера, они больше экспортируют, чем импортируют. То есть это огромнейший дисбаланс. Что и говорят, и экономисты многие, что это во многом это проблематично для Германии. Но они прекрасно понимают, что только благодаря экспорту и германская экономика это во многом она и держалась, и развивалась все эти годы. Почему санкции против России, они и ударили тоже по германским предприятиям очень сильно, потому что огромнейший рынок сбыта тем самым был потерян. Но многие люди думают, что в Германии сделано качественно, все качественно. Да, на самом деле в Германии очень смотрят за качеством. И здесь на самом деле такое, что качество играет во многом роль. Но в обществе сделали такую трансформацию, ее описывают одной фразой «Гайц из Гайль». То есть смысл такой «плати меньше и больше получишь». И здесь и в Германии тоже очень много процентов населения, они хотят все как можно дешевле получить. Меньше заплатить и лучше больше тем самым поиметь все это. И промышленность в Германии предыдущие десятилетия они вынуждены были экспортировать, то есть делать производство в Румынии, к примеру, в Венгрии, в том самом Китае даже. Но вот что касается Китая, многие начали возвращать из Китая производство, потому что они поняли, что дешевизна товара это сразу связано и с качеством, то есть теряется качеством. А все-таки Made in Germany, то есть произведено в Германии, да, это как марка на самом деле. И во многом, как я уже сказал, это так. Но, одно но, если бы многие знали бы, как это качество делается, то многие бы даже не купили бы БМВ себе. Вот я где живу в Баварии, у нас в округе 140 километров, есть три большие БМВ завода. Это в городе Мюнхен, Рейденсбург, Едингальфинг, самый большой, там больше 20 тысяч людей работает. Так вот, на БМВ заводе официально разрешено пить пиво. А тот, кто был хоть раз на машинном заводе, он знает прекрасно, что там все расписано по минутам, чуть ли не по секундам даже, что за сколько секунд надо успеть ту и иную вещь, соответственно, сделать. Так вот, сотрудники некоторые, они даже устраивают между собой соревнования, кто сколько пива выпить за смену. Так вот, мы говорили о трех бутылочках пива, а некоторые за одну смену умудрялись по 9-10 бутылок выпить. Их забирают тут на автобусах со всего региона, и на автобусах увозят и привозят. Так вот, иной раз видно, что выходят с этих автобусов. Многие так змеечкой идут, шатаются, можно сказать. И, я говорю, если бы многие бы знали, как делают BMW, к примеру, в Германии, то многие бы позадумались, купить ли BMW или нет. Но вот как раз реплика появилась, на BMW пиво пьют, а я-то смотрю, качество хромать стало. Но это что касается не только BMW, но это и других, и строительные компании, к примеру. То есть, для многих, как я уже сказал, даже среди рабочего дня выпить бутылочку или две, это вполне нормально. Но почему в целом в Германии развивается производство? Огромное отличие от Германии, от России, это финансовая система. Финансовая система на Западе в целом построена на фантиках. То есть, деньги делаются из воздуха. Я сам в свое время с 2003 по конец 2008 года работал в финансовой сфере. Уложения, страховые договора, образование даже делал в той сфере. И узнал уже изнутри, как построена финансовая система. Так вот, вся финансовая система на Западе построена на кредитах. То есть, банки, выдая кредиты, тем самым они делают деньги. Все прекрасно понимают, что деньги это кровь экономики. Если есть деньги и дешевые кредиты, то есть производство. Но кредиты банкам вообще сейчас на данный момент под минимальные проценты им там дают. кредит, народу, соответственно, чтобы получить кредит, не совсем так уж легко. А было время, когда кредиты давали налево и направо. Хоть на жилье, хоть на производство, хоть еще что-либо. вот взять предпринимателям, если предприниматель хочет получить кредит, ему очень надо много предоставить бумаг, на что получить кредит. Но с другой стороны, банки во многом заинтересованы в выдавании кредита, это их не главный бизнес, соответственно. И из-за этого экономика в Германии растет. Потому что есть дешевые кредиты. Огромная часть германской экономики это что касается со строительством. У нас очень много строят в Германии. Вот где мы живем даже, мы видим целые районы строятся, и это только деревни, но это и в городах это строится, и производство строится, и все это. Почему? Потому что есть дешевые деньги. Но они могут это сделать и из воздуха. А в России, я думаю, многие знают тоже, что напечатать деньги, те же самые рубли, надо сначала продать ресурсы. И только потом на эту сумму можно напечатать деньги будет в рублях, соответственно. В Германии такого нету, и это огромнейший из преимуществ вот именно Германии против России. Если в России не изменится, конечно, то, что касается финансовой политики, либеральной это, то очень будет относительно тяжело там тягаться в этом направлении. Но вот завершить, чтобы мысль вот это в экономическом общенаправлении, вот у германцев все-таки они во многом настроены тоже на порядок, на чистоту, на порядок. И даже если идет какая-то стройка, хоть взять дорогу делаю там или ремонтируют что-либо, если так со стороны посмотреть, это как будто как врач работает скальпелем. то есть все компактно, все так культурно сделано, не разбросано ни материал, ни орудия, там ничего, то есть все компактно, как можно меньше все это сделать. То есть они на самом деле относятся очень сбережительно и к ресурсам вообще, и к материалу, к своему рабочему месту тоже, чтобы все был порядок, не просто же так ордунг, то есть ордунг это порядок, и это на самом деле видно. и качество дорог это один из таких вот примеров, где можно сказать, что если делают на самом деле, то дело действительно качественно, и я могу подтвердить, я просто очень много езжу, в Германию тоже, и на самом деле прям дороги иной раз такие есть, что можно поставить стакан воды, и там даже в этих волн не будет стаканя, то есть настолько гладкая дорога. И это опять же из-за того, что люди работают, очень многие работают, и мужчины, и женщины, причем в Германии, мог один мужчина работать, жена могла быть дома, и это было достаточно, чтобы профинансировать и дом, и семью, и так далее. А сейчас уже и женщина должна работать, чтобы прокормить семью. И это, конечно, видно и на рождаемости, если женщина работает, то она не может рожать детей и тем самым. А вот что касается зарплат, то минимальная зарплата в Германии это порядка в час, я имею в виду, это 8 с копейками, ну, порядка 9 евро это сейчас сделали минимальную оплату. То есть, если это перевести на рубли, это порядка около 500 рублей в час, это минимальная оплата. но если посмотреть сколько у людей снимают налогов всяких и так далее, то то, что получает человек на руки, вдвойне он обходится предприятию этот человек. И поэтому в Германии очень большие налоги, они прям на самом деле большие, что чуть ли не половину, если даже больше забирают налог. Это только на зарплате соответственно, а потом еще все остальное еще, потому что включил свет, заплатил налог, сходил в туалет, заплатил налог, ну и все такое. Но все равно, что касается финансовой точки зрения и производственной, то на западе, особенно в Германии, опять же мой разговор о Германии сегодня, это очень сильно развито. Но это хочу подтвердить, материальные блага не дают счастья. только внутреннее счастье, и это многим как раз не хватает. Многие имеют дома, все, а семейного счастья не наблюдается. Поэтому золотая клетка не всегда спасает человека. Это точно. Хорошо, идем дальше. Третий приоритет, да? К нему придвигаемся. Я надеюсь нашим слушателям интересно вообще наши разговоры услышать. Ты знаешь, вопросы идут, реплики идут, в чате идет обсуждение, так что это показывает, что интересно. Ну хорошо. Надеемся, что наши слушатели сегодня хоть что-то новенькое узнают о Германии в целом. Да, и могут тем самым сравнить с Россией, примерно. Далеко ходить не будем. Я в том году, как я уже сказал, был четыре раза в России, я видел, как безалаберно там строят. Какое прям плохое качество. И одно из, вот хоть это дороги, хоть что, он говорит, вот недавно сделали дороги, я там ездил, был и в Арнауле, в Томске, в других городах, видел, какое качество. И если на самом деле предприятия несли ответственность и не было таких откатов, то качество сто процентов повысилось тем самым. Конечно, и в Германии есть тоже и откаты, и коррупция тоже есть в Германии. Это не надо быть тут или за местом, только на более высоком уровне. То есть за тысячу евро тут никто подставляться не будет, потому что многие, вот именно что касается своего рабочего места, они прям дорожат своим рабочим местом. И только вот как в законе написано, только так они будут делать. И это видно чтобы даже завершить этот экономический приоритет, это видно насколько германцы относятся бережно к ресурсам. Вот я все-таки подчеркну ресурсы. Все-таки многие в России они не осознают до конца насколько важно беречь природу. А вот у германцев это уже ихний образ жизни. Делить мусор, к примеру, пластик отдельно, стекло отдельно, тем самым чтобы это шло на переработку. И это идет на переработку и дальше ресурсы идут в производство. Даже взять бумагу ту же самую. Когда я вижу, когда в России валяется мусор или закапывают его в землю, у меня просто-напросто в инор к своей природе, к своей земле. Как так они ее загрязняют? И что они думают, так до конца это будет продолжаться? Рано или поздно хоть и в России места для свалок тоже может не быть, если так дальше жить. Но во многом сейчас это просто люди, они живут для свалки, образно говоря. То есть поели, выкинули и как-то там перегниет это уже само все. А вот у германцев, соответственно, у них совсем другое мышление. они отвозят сами свой мусор, то есть его сортируют, тем самым следят больше еще за чистотой и за порядком. И не просто же так говорят, да, чисто. Не там, где убирают, а там, где не мусорят. И вот если вот посмотреть во многих городах, прям ходишь чисто на улице. Не из-за того, что хоть убирают тоже на улице, но и мало мусорят. А это в первую очередь, конечно, это идет от внутреннего состояния человека. И это тоже, в принципе, вот мусор на дороге, на земле, это один из показателей, сколько мусора на самом деле у человека в голове. Но я думаю, что с количеством приезжих количество мусора добавилось. Добавилось, спора нет. Потому что у них вообще такого понимания нет. но о чем говорить, для многих было такое, что это горячая вода из-под крана чуть ли не мана небесная. понимаешь, что Алексей, в чем проблема? Если человек чувствует связь со своей землей, с родиной, со своей, ну, с землей, я так бы сейчас сказал, он старается бережно к ней относиться. А если человеку наплевать на нее, то есть это не его земля, это не его родина, то и отношение соответствующее к этому. И это одно из, в принципе, почему вот эти люди приезжие, у них нету этого мышления этого. Поэтому, что касается, многие тоже хаят на запад, запад такой хреновый и так далее, и так далее. Но вот, как минимум, сортировку мусора, мусора, да, русичам обязательно надо перенять у германцев. Потому что это пойдет им во благо, и их непрерыводи во благо. Ты знаешь, ты подтвердил те мысли, которые я неоднократно в эфире пытался сказать, которые сводятся к следующему. Если человек не чувствует себя хозяином, вернее так, если он не хозяин на своей земле, то он уподобляется тем самым приезжим, которым сейчас забита вся Европа, которые пришли для того, чтобы здесь выживать, для того, чтобы здесь получить что-то им нужное, и не более того, эта земля не их. Вот в России сейчас как раз, на мой взгляд, та самая ситуация. С одной стороны, вроде бы это местные жители, вроде бы они здесь живут, здесь родились, но они себя хозяевами не чувствуют. И поэтому отношение к земле, к окружающей природе у них не как у хозяев, а как у рабов, которых подчинили, и которые смотрят на дяденьку с палкой, который их или пнёт, или куда-то направит, и, в общем-то, ведут себя как поросята на земле. Вот это вот беда. А у германцев всё-таки, на мой взгляд, вот это вот внутри где-то есть такая хозяйская жилка, ко всему относиться по-хозяйски, ко всему относиться очень ответственно. Вот ещё пока не выдавили оттуда, поэтому и стараются землю не хаять. Ну, плюс ещё ко всему, что нам постоянно говорили, мы самые богатые, у нас больше всего ресурсов, у нас больше всего чистой воды и так далее. А в Германии с этим дело как-то так более напряжённо, поэтому ещё плюс экономичность добавляется, которая отражается, как ты правильно сказал, и в налогах, и во всём другом. То есть, другими словами, для раба показатель его хорошего отношения к природе, вернее показатель, а то, что заставляет хорошо относиться к природе, это какая-то палка, которая будет он бить по заднице, если он бросит там мимо мусорки что-то или вылит больше воды, там деньги с него возьмут. А для хозяина другой. Хорошо ли природе от того, что я делаю или нехорошо? Как вот мать-земля будет на это реагировать? Вот в Германии пока я вижу, что там сохраняется вот этот дух хозяйства, но и плюс ещё вот эти все налоги, какие-то дополнительные ограничения, они заставляют людей как-то придерживаться вот этого направления. А в России вот это разгильдяйство, потому что всё время говорили и куча всего, а во-вторых вот это коммунистическое такое направление, что всё вокруг общины, всё вокруг моё, и когда моё я к себе в карман кладу, а когда общины я плевать на это хотел. Вот как-то так. Такая беда есть. Да, это могу опять же подтвердить, и это очень прям такой сильный контраст видел в России, во многих частях России, что люди даже по-свински относятся к этому. Но это зависит во многом от культуры и от своего собственного развития. Вот у нас тоже раньше было такое, что ходили, особенно под алкоголем, тоже раньше употребляли отраву, думали, это русский образ жизни. Когда, конечно, человек относится по-свински, ему на всё наплевать, то можно и кинуть и бутылку, и банку, и как-то оно само всё это. А когда человек понимает, если я сейчас это кину здесь и здесь оставлю мусор, то как долго это должно перегнивать, и всё это, тем самым я засоряю свою собственную природу, на, если все так будут делать, то как мы будем жить, соответственно, то вот это у германцев на самом деле у них это вот в крови. Они хозяйственники во многом, и вот здесь это как раз в русском германском союзе русские, я думаю, они и возьмут это качество от германцев в хозяйственное, что касается смотреть за порядком, за чистотой. ты сказал, что в России много ресурсов, там воды там много, всё такое, но для информации в Германии это одна, Германия одна из самых водообеспечённых стран, то есть очень много воды здесь, озёр, рек тоже, я вот живя в России, я почему-то всё время думал, что Дуная это русская река, я живу от Дуная 12 километров примерно, да, то есть Дуная он протекает в Германии, и в Германии во многих прям из-под крана можно воду пить, вот где я живу, к примеру, у нас нельзя пить воду из-под крана, потому что очень много калька, а вот в соседнем городке там настолько чистая, идеальная вода из-под крана, что даже никакой ни минералки, ничего надо покупать, можно воду пить спокойно из-под крана, я в России попробую воду из-под крана пить, так меня сразу предупредили, ты жить хочешь? тогда не пей воду из-под крана. Ну да, как в анекдоте, когда послали на экспертизу воду из-под крана, там, в ответ пришел, в этой воде купаться не рекомендуем. Ну ладно, да, хорошо, но во всем случае не так все плохо на самом деле, в разных местах по-разному, где-то у нас же очень много водопроводов старых, которые еще в трубах металлических со времен там чуть ли не революционных, там где-то революционный чугун, а потом уже там железо, ну вот, и в некоторых местах да, железо прям прет и с таким даже оттенком, вот там, где уже или это свое хозяйство, или где там новые технологии какие-то применяются, там вода все-таки почище, это надо должное отдать. В общем, где по-хозяйски к этому относятся, там вода чистая, а где все наплевательски, там, ну это везде, так скажем так, где наплевательски, там и все наплевательски, там и отношения, и ответ такой же. Хорошо, но не задерживаемся, третий приоритет все-таки разбираем. Давай, перейдем дальше. Давай начнем сначала со СМИ. СМИ играют огромнейшую роль в обществе и в преображении общества. Германские СМИ, как и больше уже и в России стало это, оно настроено на потребителей, то есть оно делает из человека простого потребителя. Но огромнейшая разница между Россией и Германией, у нас тоже есть русское телевидение, например, рассмотрим, что показывает Германия и что показывает Россия. Так вот, что касается России, я могу сказать следующее. Германия показывает как раз совсем противоположное то, что на самом деле происходит в России, примеру, или что делает Путин. То есть, к примеру, если Трамп нанес ракетный бомбовый удар по Сирии, то это во многом это хорошо, это даже приветствуется руководством, к примеру, да, а что делает Россия, то Россия агрессор и оккупант, скажем так. И люди в Германии все больше и больше они понимают, благодаря интернету и другим источникам, что СМИ это просто машина пропаганды, не просто так, у германцев даже есть такое слово, называется люгенпресса, то есть лживая пресса и вот если приходит официальный канал там по первой там второе и так далее ну в Германии я имею в виду, то многие даже им не хотят давать интервью, просто из-за того, что они понимают, они все равно все переврут, что было на самом деле происходит. Но в Германии люди обязаны платить за телевидение, то есть каждый месяц, каждый как вот хаусхальт, ну каждая семья, так скажу я, обязаны по 18 евро если округлить, платить за телевидение. То есть в год СМИ получают от народа, причем это неофициально даже, это даже не по закону, но имеют почти 8 миллиардов евро. Просто представить 8 миллиардов. И потом можно представить сколько можно на этих денежах сделать пропаганду. Пропаганда. Так, тут пропаганда идет такая во многом, что иной раз уши заворачиваются как СМИ угут. И поэтому очень многие люди в Германии, как бы странно это не изучало, они даже не имеют телевизора дома. Они понимают то, что оттуда идет в основном бред. И многие сами интересуются уже в СМИ, очень многие смотрят Russia Today или Sputnik News, то есть российские каналы. То есть Германии во многом доверяют в определенных кругах логично. Не все, многие даже читают официальные газеты, все это и верят официальным СМИ. Это очень многие люди, даже большинство, здесь надо быть реалистом, не питать никаких иллюзий, но очень много, с каждым годом все больше и больше становится людей, которые доверяют российским СМИ намного больше, чем своим местным. И тем самым произошел очень главный подрыв в СМИ, как раз когда был конфликт на Украине в 2013-2014 году, когда люди понимали, что СМИ несут просто ахинею полнейшую и катят бочку на Россию, где там причем без доказательства каких-либо поднялся очень большой бунт. И тогда представители СМИ поняли уже, что такое время прошло уже, что они не могут больше так оболванивать людей, как раньше. И с каждым годом происходит определенная трансформация. Все больше людей перестают покупать газеты, но это связано с интернетом во многом тоже, но и в целом, что люди осознают, отказываются от газет, от всяких журналов и от телевидения. А телевидение в принципе до сих пор еще во многом ведет такую пропаганду, что все, что с Америкой это хорошо, хотя когда был Трамп они немножко поменяли свою позицию, но сейчас когда Трамп напал на Сирию, он стал их любимчик опять, теперь проявился как американский президент, а что в принципе все идет с Россией, то плохо. А как я уже сказал, многие даже переуходят с Фейсбука, переходят в контакт, потому что в Фейсбуке ведется цензура конкретно прям очень сильно и они переходят Фаука и доверяют больше российским СМИ. Но благодаря интернету многие люди в Германии осознали, это же в официальных СМИ не показывают такое, что Германия до сих пор еще с юридической точки зрения это оккупированная страна. То есть как нацистская Германия с юридической точки зрения повторяю, она еще действует и с юридической точки зрения Германия и Россия находятся еще до сих пор в статусе войны. Поэтому многие люди и видят с опасностью расширение НАТО на восток, потому что у многих германцев никакого желания нету опять устроить Дрангнахост они понимают в России много места и история все-таки научила их. А к истории мы еще вернемся. Но в Германии очень много людей, я прям знаю десятки людей, которые занимаются вынуждены заниматься юридическим правом и они пытаются Германию реорганизовать как государство. Что у них это не получается, потому что они во многом разбиты эти все структуры и нету ярко выраженных лидеров и ярко выраженной стратегии. До стратегии мы тоже еще придем. И они не знают что делать, каждый пытается по-своему, но то, что люди пытаются из правового точки зрения улучшить состояние Германии, это факт. И во многом люди надеются на Россию, потому что Россия преемница Советского Союза, а Советский Союз это страна-победитель во Втором мировой войне, и многие только надеются на Россию, что Россия с юридической точки зрения поможет им. Но многие тоже не знают до сих пор еще, какая плачевная ситуация в России до сих пор еще, с юридической точки зрения. продажные элиты, продажные депутаты, что и Путину не так легко еще, он не навел порядок все-таки. И многие в Германии имеют огромные иллюзии, что касается России, так как им СМИ здесь показывают Россию совсем другую, они видят, что на глобальном уровне, как Россия проявляет себя и свою силу, и думают, что она на самом деле и внутри, внутри политическая такая у нее стабильность. Многие не знают на самом деле насколько шаткая ситуация в России еще. Но и так же что же и в Германии у этой части населения им на многом уже это все осточертело и поэтому они выходят и на митинги, пытаются проявить себя, но свою злобу тем самым так же тоже. Но технологии, которые предоставляют сейчас нам время, то есть интернет, это во многом способствует, что в Германии происходит трансформация населения. То есть очень многие смотрят видео, развиваются, и как я уже сказал, от 35 и выше люди пытаются понять обстановку и сделать свой вклад в улучшение. И ситуация в Германии и мы сейчас перетекаем плавно в религию, потому что вот взять к примеру Бавария. Бавария это такая строго католичная католистическая земля, где насколько бы маленькой ни была деревушка, но самое большое здание там будет церковь. И церковь в свое время, когда происходило уничтожение ведичества здесь в Германии, она занимала такую, заняла главную позицию, но многие в Германии чувствуют, что интуитивно, что христианство это не их исконная религия, и видят, что делает Ватикан, то есть понимая, какое место в глобальном управлении имеет Ватикан, и видят, к чему ведет церковь и христианство в целом, и выходят с церкви, потому что здесь же налоги тоже надо платить, если человек в церкви состоит. И в Германии, что касается христианства, огромная разница между Россией, если в России еще многие ходят в церковь, я тоже раньше носил крестик, когда думал, что христианство это так называемое православие, кстати, те, кто не знает, в Германии даже вот те, кто платит налоги, когда приходят спрашивают, вы в какой религии, евангелической, каталистической и так далее, и вот так называемое, я еще опять же в кавычках скажу, православие, которую Россия называет, здесь в Германии это называется греческая ортодоксальная до сих пор еще, то есть это правильное название еще этой церкви, которая в России называет себя православной. То есть не РПЦ, а греческая, да? Греческая ортодоксальная религия. В общем, получается, ты не христиан. Как не христиан? Крестик с себя снял. Ну, слава Богу, я начал жить, потому что не просто же так на России говорят, поставь крест на него. Понятно. А вот ты сказал налоги, то что же получается, если я вдруг такой искренний, истинно верующий католик или там правоверный, что же ты, я хожу в церковь и обязан за это еще налоги платить? Ну, как ты этим самым помогаешь церкви? Нет, а как это все происходит? Я не могу тебе представить. понимаешь, вот приходишь в РПЦ, например, здесь, свечки купил, ну, вот помог, там, кагорчику маханул, там, ну, бутылочку с собой прихватил, помог, иконочку купил, крестик купил, ну, этим ты помогаешь. А какие налоги еще могут быть? Так, сейчас я скажу, это вроде бы или 8, или 9 процентов, так, если объяснить доходчиво, человек получает зарплату, на зарплату он платит, так называемый, лонштейн, то есть, налог на зарплату свою, и вот с этого налога на зарплату, если он состоит еще в церкви, то он или 8, или 9 процентов еще платит. И в конце года, ну, это идет сразу отчисление, то есть, человек даже этих денег не видит, и в конце года, когда человек делает отчет финансовый, он указывает, что да, он состоит в церкви, и так далее, и часть денег возвращают ему. Ну, люди, те, кто состоит в церкви, они поддерживают тем самым. Это серьезно, это анекдот? Ну, как мы же, тогда воспримем, воспримем все как анекдот, о чем мы тут говорили. Не, ну, когда говорил ты про то, что на 100 долларов, ой, на 100 марок можно было целую корзинку продуктов купить, я застал те времена, когда у меня знакомые там жили, и даже родственники туда ездили, они это подтверждают. Потом ты говоришь теперь, что даже теперь на 100 евро невозможно это все приобрести, и вынужден теперь всей семьей работать, чтобы содержать свой дом, и все остальное. Это я тоже поверю, это грабеж, который проводится по всему миру. В России, кстати, он еще более широк, если на рубль можно было много чего купить в советские времена, то теперь на рубль, когда ты придешь и в кассе его положишь, на тобой будут ржать весь магазин, ржать и плакать. Вот, это тоже понятно все, и даже на 1 доллар вряд ли что там купишь, вот, и на 1 евро тут просто будет смех и слезы. Это все понятно, это оббираловка, она одинаковая, причем нам рассказывают про какие-то там инфляции, умные дяди в очках, умные тети с университетским образованием, и как там там правительство планирует, планирует эту инфляцию на год, и вынуждены из-за этого повышать налоги, то есть правительство несостоятельное вообще, я так чувствую, нигде, они не могут с этой инфляцией ну ничего сделать, прям вот инфляция такой потаенный зверь, которого невозможно выловить мышеловками, капканы на него не действуют, какие-то мантры и бубны с шаманами тоже. Это я понимаю, это вот конкретный заговор, который дурачки просто на него ведутся и не понимают, что происходит, но религия, это как бы дело личное и дело каждого, я не могу понять, как государство еще здесь налоги может собирать, вот для меня это вообще непонятно, никак. так оно и есть, что в Германии есть еще так называемый Тирхенштойер, вот если кто-нибудь задаст, я сейчас постараюсь найти, как это, то есть церковный налог, если кто-нибудь задаст, то он выделит, что церковный налог, и вот я смотрю сейчас специально на Википедии, и говоря здесь вот то, что церковный налог, помимо государственных субсидий и финансировал, в 2015 году римская католическая церковь в Германии получила приблизительно 6 миллиардов евро, а евангелическая церковь 5 миллиардов. Красота. Слушай, надо срочно инициативу в Думу, срочно отменить вот эти все налоги дорожные, которые сейчас у нас, ведь там же из-за них весь отбуч поднялся и ввести налог церковный. Вот носишь крестик, налог плати, куда ты там еще молишься, налог плати. Просто такая будет проверка, истинный ты христианин, истинный там верующий или не истинный. Серьезный, хороший такой повод. Ну зачем нам брать дальнобойщиков что-то там, если они делом занимаются, их вынудили кататься по стране, дома не ночевать. Ну они хоть что-то пользу приносят. А тут так сказать, ты дальнобойщик? Да, налог не надо. Но ты христианин? Ага, красавчик. Нет, даже не христианин, ты религиозный? Да, религиозный. Вот, тогда слово дальнобойщик зачеркивается, вписывает слово религия, и налог этот вписывается. И каждому верующему еще этот аппарат дать. Вот точно, точно, точно это, чтобы в кармашке носил специальную карточку, которая бы регистрировала, сколько раз ты там в церковь вошел, или в мечети, или в синагогу, на капище сколько раз пришел. Вот, и тогда как? Посетил капище, посетил церковь, бабах там минус 50 рублей, посетил синагогу, бабах там минус 60 рублей. Хотя нет, пускай все одинаковые будут, 50 рублей. Нормально, чего, хорошо? Ну, продолжаем. Алексей, в дополнение просто, чтобы не быть таким громогласным, и с Википедии, это зачитываю с Википедии, в 2012 году государство помогло церкви на 460 миллионов еще дополнительной евро. А вот интересно, вот интересно, то есть налог они собирают, причем хорошие. В 2015 году сделали опрос у населения и спросили, поддерживают ли они модель вот сбора, церковного сбора, можем так сказать. Причем из них, вот из 100%, 84% отвергают эту модель. То есть они не согласны с тем, что с них ведется такой сбор еще. вот. Ну вот ты мне открыл глаза, ты мне открыл глаза на Германию, с новой стороны теперь я смотрю на Германию, благодарю тебя. Так, ну ладно, про религии еще что-то есть, про веры там и так далее. Да, многие в Германии просыпаются и понимают, что, как я уже сказал, христианство не их неисконная религия, начинают искать свои корни, выходят автоматически на так называемое, как здесь называется, это язычество, ну или на самом деле на ведичество, и интересуются и Анастасией, и вот вообще своими корнями в целом. И это для церкви в принципе одно из проблем, что Германия уже давно не христианская во многом. То есть есть обычаи, традиции, праздники, как вот на этой неделе будет, как у Пасха, да, в Германии здесь, по крайней мере. И многие рады этому, потому что есть свободные дни еще дополнительные. Но вот именно быть религиозным человеком, то есть там молиться и верить Богу, а не Бога, у многих такого уже нету. И церкви, они во многом уже просто памятники стоят. Как я уже сказал, хоть какая бы не была маленькая деревушка, будет церковь обязательно, но если зайти туда посмотреть, очень редко, когда среди белого дня можно увидеть там вообще молящихся людей. А если даже там кто сидят, то, как я уже сказал, это от 50 и выше. То есть молодежь во многом от религии отошла. А те, кто занимается собой, они прекрасно понимают, что если дойдет до конфликта, ну, образно говоря, между христианами и мусульманами в Европе, что только свои древние корни, то есть ведичество, они смогут поднять на щит и меч. мусульманами ясно, ясно, Хорошо, идем дальше. Хорошо, будем двигаться дальше. Давай поднимемся тогда на исторический приоритет, хронологический. Немножко копанем историю. Многие-то, я думаю, наши слушатели знают, что в свое время-то была Германия это часть огромной империи, но многие в Германии это благодаря воспитанию правильному системной точке зрения логично, об этом забыли. И очень хорошо это видно после Второй мировой войны. Так вот, многие в Германии понимают, что Гитлер был использован транснациональными структурами для того, чтобы они, глобалисты, достигли своих целей. Так вот, чтобы Гитлер смог поднять арийцев на войну против своих братьев на Востоке, до этого приблизительно 15 лет шла мощнейшая пропаганда. То есть, им говорили, что вы самые крутые, ваши предки это великие германцы, чуть ли не боги, вы асы, откуда еще в Германии осталось понятие ас, кстати. И у вас великое прошлое, только вы самая чистая нация, ну и все такое-такое. И тем самым они подняли дух до небес, ну раздули эго, образно говоря, потому что на войну нужно мотивирующее пушечное мясо. Просто так-то не побежит никто, если у него нет мотивации доказать всем и всему, что он самое крутое. Но многие, кстати, шли на войну недобровольно, тоже по принуждению, или что их друзья, братья шли и, может быть, за компанию. Так вот, что произошло после Второй мировой войны? Германцев перевоспитали. Во-первых, а, им обрезали корни. им сейчас говорят, что ты патриот, это сразу уже нацист. То есть, специально им фокусируют внимание на националистическое, даже в позитивном смысле, что ты горд за Германию, тогда ты посмотри, что это было сделано с 1933 по 1945, вот до чего гордость довела. тем самым сразу многие раз, но я с этим не хочу ничего общего иметь. И тем самым после Второй мировой войны огромнейшее было перевоспитание германцев, и из них сделали пассивных и противоположность войну. Кто это можно сказать, противоположность? Бесхребетники какие-нибудь, я не знаю. без яичники я бы так сказал бы. Ты серьезно взял, да. И на самом деле мужики, они забыли, что такое быть на самом деле мужиком, проявлять мужские качества и в семье, и в работе, и так далее. Слизники. Слизники, о, правильно. Мы все-таки культурные люди, не будем никого оскорблять, назовем это такую часть населения слизниками. Что произошло? Когда была война на Востоке, многие шли туда на самом деле спасать, это причем на самом деле, многие так думали, спасать Россию от акционистов, которые захватили власть в Советском Союзе. В принципе, на это и была настроена германская пропаганда в свое время. Что славяне не до человеки, это тоже была такая пропаганда. Но многие шли, они понимали, что Россия и Советский Союз в то время, это оккупирована страна, и рано или поздно она нападет на Германию. Но многие, когда пришли туда на войну, они, конечно, столкнулись с русским духом, с таким, что они были просто шокированы. Я в свое время читал тоже определенные материалы, записи солдат, которые воевали в Сталинграде и так далее, они были просто шокированы от русских. Как так? Они зимой бегут в тельняшках и нападают. Такое чувство, говорят, что как боги или демоны за ними стоят и дают им силы. То есть немцы так думали. И вот описывал один пример, что они очень почти месяц они били за один дом в Сталинграде. И они ну и улицу не могли пересечь. И когда он описывал, он говорит, мы пришли во Сталинграде. Очень скоро мы дойдем до Москвы и уже будем дома. Проходит полгода. Мы толком никуда не продвинулись. За один дом бились почти месяц. Откуда берутся эти русские, как они воюют, мы вообще не понимаем. Но надеемся победить. Проходит еще приблизительно три четверти года. Все. Он пишет, дорогая, нам здесь холодно, мы все умрем, меня не жди. Русские нас победят, у нас уже нет ни мотивации, ни фюрера, ни в кого мы больше не верим. каждый каждый только сам за себя и так далее. То есть они внутри, те, кто были на фронте, их сломали внутри. То есть война сломала их на самом деле. И когда была война, логично женщина, им надо было смотреть за хозяйством, за детьми, за всем, можно сказать. Потому что на войну идут в основном сильные и мощные. Почему войне устраиваются, чтобы проводить чистку определенную. И когда эти вернулись солдаты с фронта или с плена также, что же, многие были внутри сломленные. И женщины видели, что насколько эти слабые и сломленные мужики были, они не отдали им вожжи за хозяйство, за семью. Потому что у многих было до войны такое, что нормальная классическая роль, то есть мужчина за одно ответственный, женщина за другое. И женщины не отдали эти вожжи и взяли на себя ответственность еще. А мужики, они отошли на задний план. И после Второй мировой войны как раз это и пошло перевоспитание еще населения еще, что женщины начали воспитывать во многом юношей. Плюс еще это с государственной политики шло, потому что если на так восточной Германии Советский Союз был, в ГДР бывший, а Западная Германия это Америка здесь, то американцы такую программу можно сказать запустили, что перевоспитать население. После того, как Сталин не разрешил, чтобы так называемый Кауфман план внедрить, то есть англосаксы планировали стерилизовать немецкое население, и многие в Германии это знают, что они планировали стерилизацию провести, только они не знают, почему они все-таки не произвели, многие не знают, что Сталин не разрешил это им, по крайней мере, по той информации, которой я располагаю. Вот, но их перевоспитали, то есть тем самым, чтобы у них не было будущего, потому что если ты хочешь уничтожить нацию, нарисуем хреновое прошлое, и тем самым получишь плохое будущее, можно сказать. И вот те люди, которые жили на Востоке, то есть в ГДРе, у них во многом другое вообще отношение к своей истории и к нации в целом, то есть это сразу видно, или с бывшего ГДРа человека, или вот западной Германии. И в этом одна из главных причин почему многие в Германии до сих пор еще терпят все это. Потому что после Второй мировой войны настолько колоссально промывку мозгов людям сделали и сфокусировали вот что на все, что в Германии было, только это все плохое, фокусировали специально на нацистское время, хотя у Германии это были и очень хорошие времена, Шиллер, Гёте и так далее. И как бы странно не звучало, вот только когда в 2000, когда это был или в шестом или в восьмом году, когда был этот футбол в Германии, то есть мировой, мастер-шафт, ну то есть понимаю, да, то что то есть мировые игры по футболу когда были, только тогда германцы за долгое время, вот после Второй мировой войны, они начали поднимать свои флаги. то есть до этого они боялись даже внутренне поднимать это. И многие в Германии до сих пор еще они боятся называть, что они патриоты, они горды своей страной, потому что их настолько перевоспитали. Но сейчас вот благодаря интернету люди говорят, я с этим прошлым ничего общего не имею ввиду, вы мне пошли-ка вы подальше на меня навязывать вину, да, я в этой войне не участвовал и ответственен только за ситуацию сейчас в своей стране и в мире. И в этом причем огромную роль сыграла тоже церковь, потому что церковь, она доктринка какая, уже родился, стал греховным, молись и кайся до конца своих дней. Так вот как раз германцам это каяние уже надоело во многом. И вот еще бочка она не как бочка она еще не до конца заполнилась терпением, но рано или поздно если это свинство такое будет дальше продолжаться, то на самом деле если германцев тоже поднять, то они могут показать, что соответственно как я уже сказал оружия достаточно у них и они вспомнят своих предков и свои корни. И вот что касается корней, как бы странно ни звучало, хоть вот перевоспитание все это было и отношение у многих к прошлому на самом деле было негативное, отрицательное, но они чтят своих предков. Вот если посмотреть, зайти на любые могилки в Германии, там ухожено, там прибрано, там к примеру, когда христианские праздники какие-то идут, многие ходят на могилки, чтут своих предков. то есть память о прошлых своих, она очень в Германии есть и присутствует, у многих даже есть свои родословные, то есть они знают несколько столетий свои корни еще. Это вот у германцев у них есть такое, соответственно, да, и, как я уже сказал, очень видно хорошо, прям это по могилкам, как они стараются все-таки ухаживать за ними, бережно относиться к этому, что вот в России я был, когда видел, какое все-таки не то, что негативное отношение, а неуважительное отношение, к примеру, чтобы здесь увидеть на могилках кого-то, чтобы кто-то бухал, да это умом непостижимо такое, как так, потому что на могилках кто-то бухал, а вот многие в России думают, что прийти и накваситься там, это само собой, пример, у германцев совсем другое отношение, что касается предков именно, корни еще есть, и почему вот и многие боятся объединения России и Германии тоже, потому что когда объединиться Россия с Германией, рано или поздно это будет сто процентов, я уверен, потому что на духовном и душевном уровне это уже все произошло, единственное, только на физическом, когда это произойдет, то германцы вспомнят на самом деле свои корни, и тогда поднимется огромнейший дух, объединившись в единый дух, в единый род, когда мы когда-то были, и это огромнейшая сила, которой некоторые структуры и силы боятся, поэтому и пытаются любыми средствами германцев держать внизу и пропагану такую вести, потому что взять, к примеру, праздники завершить, чтобы эту мысль, хоть на Рождество, хоть еще какие-то праздники, по многим каналам Германии показывают Вторую мировую, как Германия нападала на Советский Союз, к примеру, или во Франции она воевала, то есть вот это постоянно ведется подпитка вины, вины, даже детей ведут в консеркционные лагеря, показывают, посмотрите, какие там хреновые, и так далее, вот это вот, так называемую вину, шульгифюль, то есть чувство вины очень сильно на протяжении десятилетия это вот навязывалось, и вот это как раз это одна из прям главнейших причин, почему германцы до сих пор еще все это терпят свинство с нелегалами, что они делают, образно говоря, с ними что хотят, потому что им говорят терпите, терпите, надо быть терпимым, потому что мы же тоже сколько сделали плохого в прошлом, и посмотрите, когда война закончилась, вот, например, из Польши, из Чехии, немцев-то выгоняли, да, и мы же тоже приняли беженцев в свое время, да, очень много, и все мирно, теперь нормально, здесь же в Германии живем мы, но они говорят, а, но не говорят, б, потому что когда принимали беженцев, это-то были их однокровные братья, религиозные, генетические и так далее, а сейчас кого они принимают, это люди другой культуры, другой расы и другой религии, но несмотря на это все, германцы помнят, что как вели себя англосаксы и как вели себя русские, я просто приведу пример еще, вот история все-таки, это такой вот болевой пункт, который рано или поздно нам надо исцелить между Германией и Россией, это вот такой огромнейший чири, вот который там очень много гноя, и рано или поздно этот гной надо выдавить, просто проанализировать все это, что произошло в 20-м столетии, как нас развели и как нас сыграли, кто и для чего именно, да, и какие выводы нам надо сделать, чтобы не было в будущем такого. Так вот, я с многими людьми разговариваю, как ни странно это звучит, у меня на семинары приходят люди за те, кто даже после войны родился и помнят разговоры своих предков, даже те немногие, потому что когда они вернулись с войны, они закрылись во многом, эти вот мужики, из-за боли и страдания, что они там прочувствовали, но многие говорили одну и ту же вещь, когда они были в так не гефонгами шаг, то есть в плену у русских, русские сами не имели еды, но делились с нами, они последние вот крошку делились с нами, да, но помогали нам, да, то что, и это вот, это очень многие прям не говорили, что было насилие, там, это на самом деле, хоть в России пытаются это там сгладить все это, что советская армия там не насиловала, на самом деле очень было много насилия, да, что женщин насилуют, но я прекрасно понимаю, что мужики тем самым мстили просто за то, что в свое время фрицы сделали на фронте, в Восточном фронте, вот, но именно те, кто побывал в плену или вот военные, они видели, насколько вот доблесть и честь вот у русского солдата осталось, что не было на самом деле злобы вот уничтожить эту тварь до конца, можно сказать, а вот взять англосаксов после войны же планировался бросок на Советский Союз, ну, как бы странно это ни звучало, англосаксами, то есть и те войска, которые держали плену в Германии, их специально морили голодом, американцы перед ними бросали тушенку, там, еду и так далее, а эти солдаты вермахта, они на полу, на земле просто спали, у них не было ни укрытия, ничего, их просто-напросто тем самым морили голодом и вот уничтожали, и это очень многие германцы помнят, у них память очень хорошая, то, как с ним поступили американцы и как вот русичи поступили, соответственно, почему в Германии те, кто занимается и интересуется своим прошлым, наследием предков, они во многом презирают Америку и американцев и с огромным уважением относятся к русским и к России. Хорошо, ну что ж, давай сейчас мы перейдем уже к вопросам, которые в чате появились из Народно-славянского радио, в чате канала Ютуб, но перед этим небольшую все-таки музыкальную паузу сделаем для того, чтобы немножко наши слушатели так чуть-чуть отдохнули и песня, наверное, здесь будет уместна, песня памяти, которая известна как песня о журавлях в исполнении вокального ансамбля. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 11 апреля 2017 года, вторник, по одному из старинных 41-й день месяца пробуждения природы 7525-го лета седмица. Вячеслав Севальд, Алексей Орлов в живом эфире Народного Славянского радио. В чём отличается Германия от России? Сравнительный анализ такова тема сегодняшнего нашего эфира. По приоритетам мы прошлись и наступило время нам уже поотвечать на вопросы наших радиослушателей, которые поступили в чате Народного Славянского радио на сайте, пока ещё старом сайте Народного Славянского радио и в чате канала Ютуба. Также реплики будем озвучивать. Итак, вопрос от Ярогора. Вячеслав, расскажи своё отношение к католицизму, особенно учитывая то, что Папа Римский 4 апреля сказал, поскольку медный змей может быть символом змея-искусителя и дьявола, то и Христос, приняв вид Отца греха, стал дьяволом. Как католицизм? Я сказал уже, что в своё время я тоже думал, что христианство в целом это наша исконная религия, потому что я тоже был крещён в своё время, но когда я начал всё больше и больше понимать и интересоваться этим, то понял, что христианство в той форме, которую его сделали, то есть надо различать то, что нёс Христос, Иисус, что написано в Библии и что из этого сделала церковь. И что касается католицизма в той форме, которую мы имеем, то это религия смерти. Потому что, если посмотреть, я рекомендую просто побывать в Германии в любой церкви. Там многие церкви стоят на бывших кладбищах, к примеру. Во многих церквях похоронены прям люди внутри, причём очень многие. И посмотреть на образы, которые висят в церквях, то там видно, там никакой любви нету. Там страдания, там боль, там насилие. И во многом проповедуется культ смерти, а не культ жизни. И это чувствуют многие люди в Германии и выходят из церкви в целом. И имеют логическое, соответствующее отношение к христианству в целом. Потому что они видят, что происходит насилие, изнасилование, вот эти вот попы домогаются до детей. то есть педофилия в Германии и в Европе или на Западе в целом она очень сильно развита. И одни из поставщиков эти вот сюда это замешаны в религиозных структурах разные. Понятно. Про высказывание Папы Римского что-то скажешь или как бы нет? надо же понимать что то что нес Христос он-то нес любовь и веру истинному Богу а для Ватикана как структура для них Иисуса это проблема и поэтому меня не удивляет что Ватикан что Папа катит бочку на Иисуса. меня это не удивляет. А поэтому по высказыванию именно что он принял отца так Иисус же сам говорил Он им говорил да можно сказать церковникам и религиозным иудейским деятелям что их отец их бог сатана то есть они просто переводят стрелки чтобы не показаться самим такими. Понятно. Идем дальше. Вопросы эфир. Здравствуйте. Вячеслав скажите а правда что в Германии из дома выносят новые вещи которые просто вышли из моды или морально устарели правда ли что свалки завалены новой бытовой техникой мебели и всем таким прочим я слышала что некоторые иностранцы ездят в Германию чтобы привести оттуда полную обстановку для дома или квартиры так сказать за бесплатно или же это только слухи нет это не слухи это есть но выкидывают не сколько новую технику прям да ну поддержанную технику или отдают или за бесценок но здесь надо понимать следующее мы все таки в нашем разговоре мы с тобой затронули 5 приоритетов из 6 а вот главный как раз приоритет мировоззренческий мы до него не дошли но я вот воспользуюсь этим вопросом еще приведу пример из мировоззренческого приоритета то есть смысл жизни для чего человек живет на земле здесь и во многом здесь общество сделали потребительское то есть если они вещь покупают хоть это мебель хоть телевизор без разницы что и выходит новая модель какая-то хоть это исправно все это они выкидывают или отдают кому-то или дарят или еще что-либо и такое на самом деле есть и практикуется что когда определенное время и люди выставляют на улицу не то что они это куда-то вывозят они выставляют на улицу это и определенные потом службы ездят и забирают ну так называемый этот мусор и вот даже мы когда раньше жили в ГДР еще мы сами это практиковали ходили так называемым ну мы их шротами называли да и искали себе там и машинку стиральную там и диван или еще что-либо просто надо понимать следующее когда у человека высокий уровень потребления и благосостояния то если у него ну там диване появилась дырка то он уж диван ему некомфортен он его выкидывает и покупает себе новые потому что вот часто даже здесь к примеру взять вот ролики далеко ходить не будем сейчас вот летний сезон начинается и нора даже легче купить ролики дешевле чем просто купить колеса на эти ролики и многие выкидывают их не осознают что это переработка ресурсов тем самым и но многие опять же понимают что зачем выкидывать это или ломать когда это можно подарить кому-то и благодаря интернету многие выставляют это мы сами это выставляем часто ну дарим просто нам дарят и мы дарим и это на самом деле такое практикуется и здесь можно и стенку задарма можно сказать взять и мебель это на самом деле такое это все есть да но это в принципе надо понимать следующее что многие это делают из-за того что они просто хотят избавиться от холмня от старого соответственно а вот у многих на самом деле у них потребительский образ жизни хочу хочу все время новое хочу и ненасытное и вот это как раз вот мировоззренческий приоритет да как жить жить для себя только или для общества и владу с природой и здесь вот у многих это в Германии конечно хромает такое много людей просто это я имею в виду ну да так хорошо переходим к следующему вопросу вот Владимир измытич Вячеслав ты прямо сразил наповал меня своей позитивной точки зрения ты думаешь это мусульмане проникли на территорию Германии нисколько это проникла кадровая база вооруженных формирований которые используют религию как прикрытие и что российские христиане что российские мусульмане что сказочные Винни-Пухи с ними разговор бесполезен частично этот человек прав о чем он говорит чтобы это понять вопрос этот разобраться лучше надо немножко пойти в историю назад опять несколько лет назад вернуться вот когда начался началась арабская весна все это ведь чтобы большой поток сделать нелегалов из-за африки из-за арабских стран надо же было несколько шагов для этого предпринять один из шагов это был надо было убрать Гаддафи потому что Гаддафи как раз он держал это горлышко африканское на заперте то есть Италия премьер платила ему деньги чтобы он не пускал людей с Африки соответственно в Европу вот надо было убрать Гаддафи следующее потом надо было навести каос в целом в регионе этом и это была целая стратегия то есть сначала людей собрали возле границ Евросоюза так вот образно потом туда добавили еще уже обученных людей которые прошли обучение в определенных странах конечно да и когда достигло определенное количество это все открыли шлюзы да и вот это вот огромнейший поток специально хлынул в Европу и вот среди беженцев которые были там на самом деле да проникли ваххабиты у которых просто задача навести каос здесь в Европе но как я уже говорил опять же и цель-то какая сократить население одна из целей ну это причем очень такая важная цель соответственно чего глобалисты добиваются и эти люди они проявили себя и в Кёльне и в других местах это обычные люди я не говорю что с ними надо вести диалог с террористами диалог все время один они понимают только силу то есть таких людей во многом надо уничтожать есть такое высказание в Германии я все время его использую то есть тот кто не хочет слушать должен чувствовать и поэтому с каждым человеком надо говорить на ему понятном языке но надо понимать следующее что простые люди которые примеру используют вероисповедание своем мусульманство то же самое как религию они то во многом тоже такие же простые люди как ты и я можно сказать и вот их используют и в темную этих людей так вот как раз чтобы их подстрекатели все таки не смогли их направить на бойню против европейцев в целом для этого я думаю и могут помочь российские мусульмане сказать своим братьям посмотрите мы живем в России в одной стране с другими религией в мире надо жить в дружбе и согласии и вот многие мусульмане те же самые которые в Германии живут хоть турки хоть с других стран без разницы они тоже не согласны с тем что делает германское правительство но также турецкое правительство и они за порядок и за справедливость и поэтому диалог он всегда нужен и востребован и это надо идти через сердце а не через логику хорошо идем дальше вопрос эфир от Олега из Иркутска здравия Вячеслав как ты думаешь если люди в Германии хотят сбежать из страны не поборовшись за свою родину то они являются предателями своей земли своей отчизны так же как и люди покинувшие Донбасс я имею ввиду мужское население ведь если человек предал свою землю то куда бы он ни приехал он предаст землю которую приютит это аксиома благодарю так и есть я только могу подтвердить этому что многие которые убегают здесь это предателю во многом они более легкий путь хотят для себя найти что ах меня это не касается как-то ну не просто же так говорится где родился там и пригодился поэтому но знаете какая разница все-таки люди в Германии они не чувствуют себя единым со своей элитой они они прекрасно понимают что элита которая мы называем псевдоэлита потому что на самом деле элита это лучшие из лучших которые должны общество вести к развитию и к процветанию а не думать только о своем кармане о своем кошельке так вот они прекрасно понимают что эта псевдоэлита которая у власти она продает сама Германию то есть Меркель работает и окружение ее во многом на уничтожение Германии и они прекрасно понимают и во многом они идут от безысходности то есть они понимают что такого как Путина или образно говоря нового бисмарка пока не видно на политической арене и многие из-за своей слабости и трусости и нехотения принимать решения и ответственности действовать в улучшении ситуации они уезжают конечно в другие страны а тот кто конечно один раз свои корни предал предки вот смотрите далеко ходить не будем у меня матушка русская а у меня отец с поволжья то есть немцы с поволжья там мы были нацистами а здесь мы русские то есть я и там дрался из-за того что я не нацист да и здесь из-за того что я не русская свинья к примеру да с местными вот кто я ни там ни там ни как говорится ни у себя дома и то же самое и с другими людьми если он приезжает в чужую страну хотим мы этого или нет но все равно это чужие люди так что же здесь хоть у меня даже фамилия Зеева чисто германская фамилия а все равно я для них я русский я как бы я себя не строил там германцы и так далее я никогда не буду им ну я не собираюсь у меня есть да это часть но в первую очередь я русич конечно потому что я это глубже чувствую и поэтому у меня и сердце и можно сказать и бьется и за Германию и за Россию как у патриота чтобы там и там был порядок а те люди которые уезжают даже вот я знаю людей в Таиланд уехали к примеру там и они уезжают почему тоже пенсия которая удается на пенсию тяжело потом прошить уже этим людям и они уезжают в более дешевые страны но несмотря на это у них сердце бьется за Германию еще а многие говорят да пошли вы все я уже чувствую себя здесь некомфортно уезжают тем самым конечно предают предателей нигде не любят хорошо идем дальше реплика эфира от Тианы со всем уважением к вам Вячеслав но впечатления от Берлина у меня остались ужасающие особенно от молодых девушек и ребят от их поведения и манеры одеваться но как говорится каждому возможно свое и кстати пить пиво мужчинам совсем не противопоказано а что касается женщин и девушек стыдно должно быть ну мы же вели разговор и уже я говорил что а молодежь здесь другая во многом молодежь это уже совсем другое поколение и как они одеваются как они выглядят ведут себя это во многом это ужасающе но это это плод надо понимать это плод культуры да их сделали такими уже что они не во многом не мужчина уже не девушка толком да и это на самом деле такое есть а что касается Берлина в целом то я могу сказать я раньше относился тоже к свое время Берлин такой грязный город все это но когда я побывал в Берлине несколько раз прям у меня отношение поменялось к Берлину лично вот у меня когда я прочувствовал этот город этот мегаполис не умом это все видел анализировал умом а постарался подойти чувственно к этому городу у меня лично поменялось отношение именно что касается к Берлину то же самое взять далеко ходить не будем я в Прагу вот эти вот месяца ездию очень часто практически раз в месяц езди в Прагу прохожу там трансформацию кстати в Праге и в Чехии тоже живет огромная русскоговорящая община и с Украины там очень многие работают и живут из Донбасса тоже ну и в целом с Украины и у меня тоже раньше был в Праге пример такой что Прага это такой Грегор христианский очень чувствовался но когда я внутренне поменял свои отношения и стал больше чувствовать чем анализировать то мне показалось и Прага совсем с другой стороны поэтому во многом это в принципе зависит от нашего отношения и на что мы будем фокусировать свое внимание вопрос эфир от Олега из Иркутска какое в Германии само название германского народа дойче швабы галы франки или еще как-нибудь ведь название немцы в исконном славянском понимании это немые то есть говорящее не по-нашему не по-русски благодарю смотря на каком уровне посмотреть если на федеративном уровне посмотреть то все дойчи то есть все немцы если на оригинальном уровне посмотреть то в Баварии баварцы живут в Баден-Вюртенберг соседняя земля там швабы живут к примеру саксы тюрингийцы фельдцер но если взять то же самое одну Баварию одна Бавария то есть это 300 на 300 километров так вот географически представили себе в одной Баварии тут есть нижний баварцы верхний баварцы франки есть и то есть вот еще родовые вот эти вот такая родовая память племенная она еще во многом осталась и я говорю с какой стороны смотреть но есть название общее то есть это все дойчи да а есть региональное хорошо так дальше вопрос эфир от Олега из Иркутска какое а стоп секундочку это дубль идем дальше реплика эфир от Виталий из Эстонии а чего удивляться то санкции это абсолютно острый меч или клинок кто понял молодец в 20 часов 42 минуты поступил то есть уже получается больше получаса назад почти так ладно вопрос эфир из ютуба от Кирилла из Коврова говорят что немцы в основном хорошо относятся к русским правда ли это я немножечко хочу расширить вопрос ты неоднократно упоминал фамилию Путина как представитель Германии вот почему так часто ты ее употребляешь что у тебя доверие надежда или ты выражаешь это личное что-то или ты выражаешь мнение какого-то коллектива из Германии сообщества или это так уже большинство германцев думает что вот Путин это спаситель во-первых те люди которые интересуются обстановкой в Германии и в мире они видят прекрасно и понимают что делает Путин что он старается не вязываться к конфликту а замер справедливость из-за нормального общества и те люди в которых кругах я нахожусь тоже они во многом поддерживают Путина и за Путина и были огромные надежды на Трампа у них что Трамп будет вести себя по-другому не так как Клинт и Обама и огромное разочарование было о Трампе а что касается вот те люди которые смотрят СМИ они конечно верят СМИ и то что Путин агрессор плохой во всем виноват но как я уже сказал очень многие германцы они поддерживают Путина и Россию в целом а что касается мое личное мнение то я за Владимир Владимировичем уже давно смотрю я тоже вначале думал что он такой же предатель как и все остальные были до этого или большинство как и Ельцин и Горбачев когда я начал заниматься более углубленными этими вопросами и смотрю что Путин на протяжении всей своей карьеры говорил и делает соответственно и к чему он стремится и вот между строк то я понимаю что это высоконравственный человек и хочет добра для России и всего русского народа то есть русский многонациональный русский народ и хочет справедливое отношение к другим странам и вообще в мире в целом и мы же прекрасно понимаем что имя это как программа определенная и вот у меня когда спрашивают Германия что я думаю о Путине я говорю знаете много есть мнения о Путине давайте мы просто проанализируем его имя и фамилию вот если взять Владимир Владимирович Путин то есть два раза Владимир и в слове Владимир там есть как и корень лад и корень мир и если посмотреть вот так то есть Владимир можно сказать то есть тот кто владу с миром да и владеющий миром и Путин то есть путь то есть это тот человек который владу с миром и владеет миром и показывает новый путь развития. Вот, ну, в принципе, мое мнение о Владимире Владимировиче, почему я его поддерживаю. А вот то, что сейчас в России бушуют страсти под вывеской Навального, да, кавычках, так, вот, марш недовольства против коррупции и так далее, как-то это освещается в Германии? Это освещается, конечно, освещается, даже Европарламент требует отпустить Навального, но понимаешь, что, Алексей и все слушатели, к хорошему-то люди быстро привыкают, но просто они не понимают, что если Путина не будет в такой форме и на самом деле такого сильного человека у власти, 90-е годы, они очень много могут быстро вернуться, и что Путин на протяжении уже долгого срока поднимал Россию из колен, можно сказать, или с пола поднял только на колени, Россия еще не встала, он только поднял на колени ее, и те предатели, которые во многом в России воруют, и система, которую выстроили, это же Путин выстраивает эту систему только, но надо же понимать, это же система, она живет по своим понятиям, да, нисколько даже по законам, вот, и многие шишки, которые на Путина свешивают, но это же не Путин, все ворует и грабит, так ведь это, то есть это люди, которые в системе, а Путин прекрасно понимает, вот если сравнить такой вот образ, этот человек сидит за рулем, да, на фуре, соответственно, за рулем, и он понимает то, что его фура, она уходит во враг, да, у него два выбора, или он резко руль дернет, да, но тем самым вероятность большая, что вся фура опрокинется просто-напросто, или он постепенно будет ее выводить из этого врага, и я вижу, что Владимир Владимирович с начала своего управления постепенно выводит Россию из-за врага на правильный путь развития, а что на него пытаются свесить, там, и Навальный, и все остальное, то те, кто, я не говорю, что он белый и пушистый, но те, кто верит Навальному и всем остальным, посмотрите трезво на это просто-напросто, и только представьте себе на секундочку, а если бы Путина не было, что бы было с Россией сейчас, и была бы Россия вообще как государство в этих границах? Понятно, твое мнение понятно, идем дальше, Кирилл из Коврова, говорят, что немцы в основном хорошо относятся к русским, правда ли это? ты уже отвечал, можешь добавить, можешь не добавлять. К русским, которые живут в России, да, во многом они, многие, кто ездили в России, меняют кардинально свое мнение о русских, это да, а тех, кто в Германии живет, было такое, ну, как, из-за того, что русские сами себя вели частично так вот, похабно, такие, ну, негативные мнения сложилось, но у многих все-таки хорошее мнение к русским, те, кто развивается, я имею в виду, а те, кто верит в СМИ, конечно, для них русские враги и свиньи и все такое, это на самом деле есть, то есть, на кого нарвешься, ну, как я все время говорю, плохой нации нет, но есть только плохие люди. Хорошо, идем дальше. Реплика в эфир от Тианы. Алкоголь, путь духовного регресса, наши пращеры в рот ничего не брали, кроме медоухи, и пьянство всегда рьяно осуждалось. Но здесь не уточнено, что именно имеет в виду Тиана под медоухой, потому что современная медоуха это все-таки, на мой взгляд, разновидность пойла, которая современная. Вот какую медоуху имеет в виду Тиана, надо было здесь уточнять. Реплика в эфир из Ютуба от Кирилла из Коврова. Надо с пивом завязывать. Реплика в эфир от Подсолнуха. Поддерживаю. Секундочку, можно я дополню? Да, дополни. Что касается медоухи. Многие в Германии говорят, а мы с русскими ничего и не имеем общества. Нет, у нас разные, мы германцы и так далее. Я говорю, а как у вас называется-то напиток, который ваши предки пили-то? Они говорят, ну наши предки все время пили мед. То есть медовуха в Германии называется мед. Я говорю, а вот вы мне скажите, пожалуйста, а слово мед, что имеет общество с хоних? То есть хоних, это по-германски это мед. Да, но я говорю, это совсем разные слова. Что это общество общего имеет? Ну, ничего. Я говорю, а знаете, как хоних, то есть мед по-русски, как? Я говорю, мед. Я говорю, а мед имеет, вам не звучит знакомо? То есть вот благодаря языковому геноциту, который устраивали, очень много однокоренные слова выбрасывали, но все-таки название рек и вот таких вот как медовуха, это не так просто, это в памяти намного дольше живется. И вот у германцев еще осталось, что вот именно такой вот напиток божественный, который их не предки пили, называется мед, просто в дополнение. То есть не в бровь, а в глаз, как Даш. Понятно, хорошо. Реплика от подсолных в эфир. Проживаю уже 17 лет в Германии, внимательно слушаю эфир, по-моему, сложно как-то всех под одну гребенку, если говорить о настроении и отношении людей в Германии к чему-то или к кому-то. Здесь масса неоднородная, в прямом смысле этого слова. То, что происходит в Баварии, может быть совсем иначе в Баден-Бюрнтермберге или на какой-то другой земле. В целом, менталитет немцев таков, что каждый готов схватиться за глотку ближнего ради собственной выгоды, нанести удар в спину. Это касается особенно юго-запада. Но если речь идет о каких-то глобальных изменениях, то люди палец о палец не ударят, а будут равняться с теми, кто бездельничает и дает плохой пример. Самое важное отдых, гулянки, дискотеки, бухание. Чем моложе возраст, тем экстремальнее и безнравственнее образ жизни. С алкоголем и потреблением в Германии у многих людей большие проблемы. Менталитет людей в Германии таков, что они привыкли жаловаться, жаловаться всему. Прольется дождик плохо, надоела сырость, ненавижу дождь, выйдет солнышко плохо, надоело зара, слишком светло и так далее. О политике как-то не хочется говорить, слишком замкнутая тема. Хотелось бы говорить об общем у русских и немцев, но это не так просто, а вот хотелось бы. Что скажешь об общем, ну, помимо меда, меда ухи. Я просто сейчас сначала хочу подтвердить этому человеку, что он говорил, оно так и есть, да, что, о чем он все пишет, это я могу подписаться под этим, могу только единственное дополнить еще, Германия на самом деле очень сильно развита стукачеством, об этом мы еще не говорили, они во многом своего ближнего готовы заложить, лишь бы спасти свою собственную шкуру, то есть вот общество сделали таким, что своя, как говорится, моя хата с края, да, и это очень хорошо видно, если кто-то так вот в криминальной сфере какой-то, имел дело с германцами, да, если кто-то имел с ними дело, то они прекрасно понимают, что они сдадут с потрохами, поэтому лучше в разведку большинство местными лучше не идти, плену они всех сдадут и еще наговорят больше, либо свою задницу спасти, а вот у русских примеров, у них совсем по-другому, то есть сдавать своих, стукачить на своих, тут это еще понятие, что касается этого, осталось и больше держатся друг за друга, вот, а что касается общего, то как этот человек опять же сказал, настолько это все разнородно, да, люди жалуются и недовольны, но высказать что-то, вот выйти и сказать на самом деле, что мне все это надоело, сочертело, многие боятся, опять же, я говорил, то, что во многом общество, оно стало пассивным и на страхе, и это оно на самом деле такое есть, люди боятся потерять работу свою, что там будут близкие думать и так далее, потому что за высказывание определенно даже людей с работы увольняют, это на самом деле есть, а что касается вот общего, то русские германцы, если они объединятся, к примеру, в сферы культуры, да, то и те, и другие, у них, я про истинную культуру говорю, да, то есть я не говорю не про либеральную псевдокультуру, очень огромные у них сходства и дополнения, взять даже на народные песни, к примеру, да, очень много вибрационного сходства, взять народные танцы, к примеру, очень много движений, взять народные, народная одежда, к примеру, то есть узоры на одеждах, очень много сходства, соответственно, взять народные традиции определенные, то есть там, что делать, очень много тоже сходства, а то есть но это все-таки идут это глубина идет это еще с ведических времен идет когда у нас все это было единое и кельтское такое вот примеру или вот германская истина у многих все больше больше набирает обороты и интересы и свои корни поднимают люди а вот двадцатый столетий ли у до этого то общество же специально их разводили от россии от германии сделали в россии говорили те на западе все плохие на якобы здесь им наоборот специально нам надо просто понимать что мы иди хотим мы этого или нет мы раса наскорь не одни и надо вот мы по крайней мере стараемся искать больше сближения мы сейчас в этой передаче мы показали сходство не сходство вот сравнение германии россии чтобы люди просто видели что как в германии так как у меня больше я на протяжении вот но долго время занимался такой политически экономически и глобальным управлением то и логично я из этого ракурса больше говорил в других сферах очень тоже много чего и сходство и люди например здесь германии любят как русский балет примеру да на самом деле русская музыка для них как мелодия многие не знают почему но они прям любят ее на но генетическая память просто-напросто всплывает те кто в россию в россии бывает они влюбляются в россию но и также что же наоборот те кто в германию приезжать я многих знаю они начинают германию еще больше любите германский народ поэтому надо больше ездить друг другу и лучше пить чай за столом чем воевать в общем да причем русский чай да иван чай хорошо ты вот так говоришь говоря там реплика была но вот какие-то эти юго-западные немцы не нити они нити германия как германия но вот эти какие-то нити ну да как шерли-мырли да алексей я просто могу дополнить вот баварцев у них такое есть бавария а есть германия и это это практически у каждой земли если поехать вот как он человек сказал в баден вюртенберг да то есть это соседняя земля от баварии швабы говорят мы швабы первую очередь мы швабы но отъехать туда в там пример 150 километров они будут говорить то что мы другие то есть не то что шлаба там этот мы но баднар то есть мы там вот гордость баденбад например да они губы баднар первую очередь а потом уже вся германия то есть и вот такое здесь на самом деле есть что взять ту же самую германию на севере герои баварию взять примеру на севере баварии есть земля франкен франков свое время насильно присоединили к баварии так они живут в баварии коренные немцы они не чувствуют себя баварцами мы франки мы никогда не были баварцами и не будем мы франки вот такое и поэтому южные говорят на северных и их не понимают тут настолько диалекты разные это люди тоже не знают тут можно отъехать 50 километров деревню какую-то но в соседнюю мошка дали в уборку дать и не будешь понимать его что он тебе говорить это вот для русских это непредставимо как так такой деле а здесь настолько из диалекта что там друг другу а друг друга не понимают выход простой пускай говорят по-русски будут друг друга понимать кстати а немцы просят то что чтобы русский учили не немецкий язык я говорю так в россии многие знают хотя бы простые слова я говорю а сколько вы знаете по-русски на здоровье многие знают и все ну просто если уж мы говорим про корни то давайте обращаться уже корням и понятно что диалектов много понятно что даже в россии диалектов огромное количество но все-таки есть общепринятый русский язык и на нем говорят а если мы говорим про корни то надо корням как так более серьезно относиться если корни там славянский давайте какой-то из диалектов например там русский поскольку он становится уже международным языком по некоторым параметрам которые сейчас вижу вот давайте тогда как-то будем придерживаться этого свои корни например начнем изучать с русского языка например нам будет проще общаться в школах у нас и так очень много преподается и французского и немецкого итальянского испанского и английского вот но это в россии в германии например хорошо бы сделать второй язык иностранный русский тогда мы друг друга вообще прекрасно понимали человек бы знал и свой диалект и германский основной язык и плюс ко всему бы еще знал русский как язык международного братского общения ну ладно это так мы помечтали идем дальше кстати добровольно учат они не знаю почему на меня интересует русский язык просто эти как у многих нет возможности то есть они многие обращаются ко мне вот например брата моему где можно русский язык выучить и многие германцы на самом деле интересуются русским языком а ты говоришь да слушайте народно-славянское радио да кстати тут сейчас проходит передача но ты так хорошо говоришь и по-немецки по-русски вот так представить что кого-то из россии например пригласить и сделать отдельную передачу для дочь да сказать вот братья германцы давайте ка мы вам расскажем что с точки зрения русского человека объединяет россию германию да такой провести небольшой эфирчик бы тоже было интересно и полезно наверное алексей но как раз я тебя тогда приглашаю к нам конференцию я запросто готов предоставить и платформу и свои способности в переводе ты можешь быть как раз тем человеком который с русской стороны германцам покажет и расскажет наши общие корни пред и наследие ну понятно хорошо благодарю потом пообщаемся продолжаем эфир не так вопрос от жени макаровой уважаемый друг если в германии искренние отношения между людьми то есть понятие дружба такое же как мы с вами в это вкладываем или это бизнес отношения как и все вокруг меркантильно так германию так меркантильно совсем представляет то есть подписал договор все друг и брат не подписал все это мне не родственник еще относительно недавно то есть несколько десятилетий назад может быть лет двадцать тридцать вот так вот в у предпринимателя было такое если ну ханшлаг то есть по рукам пожали то есть все это был договор уже и честь и слова купца предпринимателя да так современным языком назад она очень дорогого стоила но вот на протяжении вот этих вот десятилетий общества его сделали но больше эгоистическим на самом деле и вот такая вот искренняя дружба в которую мы вкладываем такого практически здесь нету это вот единицы можно найти только те люди люди которым начинают кры открывать свое сердце и слушать и чувствовать свою душу а это есть на самом деле такие люди как с которыми приятно и общаться и вот но дружить и такое есть да но это очень мало и даже вот у русских людей которые переехали сюда в германию они их эта культура подмяло тоже то есть я вот помню просто могу пример привести вот по моим родителям да насколько они много общались там когда жили в россии гости ходили совместно предпринимали что-то и так далее а здесь вот каждый как-то сам по себе и вот истинная такого дружбы очень редко ее можно найти на самом деле сердечных людей открытых душевных но слава богу их становится все больше и больше и люди понимают что не деньги главное дружба и хорошее отношение она намного важнее но у многих все-таки дружба дружбами но если какой-то бизнес делать не дай бог счет не заплатишь отдадут адвокату и потом через суд убивать такое тоже есть благодарю вот затронули мы тут тему чуть-чуть политики коснулись да с твой взгляд с из германии на россию и на руководство и так далее вот сколько же время прошло они утихают реплики в чате сцепились сцепились наши братья кто же там более прав навальный путин или там кто-то еще и как это все происходит друзья мои это был всего лишь навсего маленький тест по поводу того как вы к этому всему относитесь вы готовы ли друг другу в глаз тыкать или все-таки понимаете что это один из вариантов нашего разъединения все эти разговоры все эти так называемые движухи и все прочее я за то чтобы человек высказывал свою точку зрения я за то чтобы гражданин проявлял свою гражданскую позицию но я против того чтобы под видом гражданской позиции людей вели на братоубийственную войну как это было свое время россии в других странах просто подумайте что идет дальше за тем или иным выступлением тем или иным призывом кого куда ведут каким образом что дальше происходит я не собираюсь занимать чью-то сторону ту или эту я просто призываю рассмотреть варианты а что будет дальше посмотреть кто стоит у руля кто кладет деньги в карман рулевому и стоя с другой стороны и так далее там подобно чей интересы кто защищает и потом конечном итоге чья кровь будет лица чьи зубы будут вылететь на помост и кто будет наслаждаться этой бойней просто-напросто подумайте прежде чем вступать в дискуссии такие уже переходящие там а ты такой сам такой утихомирьтесь да читайте до десяти ну и как то так все успокоится все будет замечательно и начинайте становиться хозяев на своей земле просто-напросто становитесь хозяевами для хозяев тогда вот такие так называемые вожди и прочие гуру они не нужны хозяин он и так прекрасно знаешь что делать когда хозяева вместе объединяются уверяю вас здравомыслящий человек хозяин найдет с другим хозяином очень простое решение для того чтобы предотвратить многие проблемы идем дальше реплика в эфир вячеслав не все люди свиньи вот это же за дело людей видишь как а тот кто мусорит те не люди не обобщая всех живущих на руси в обществе свиноподобных да и если человек внешний эстет как в германии и это еще не означает что он любит свою родину благодарю другими словами если он красиво одет с иголочки как дэнди это еще не говорит что он любит россии я не утверждал что на руси одни на на руси и на россии на хотел объединить одни свиньи живут я очень люблю и россии и русский народ и я прекрасно понимаю что есть такие люди и сам таких знаю людей вот где можно телефон положить рядом да и уйти значит там него с палатки не украдут и не на мусор это ничего такие люди есть это логично они везде такие есть и в россии это очень много таких людей есть которые тоже стараются следите за порядком и за чистотой но у нас все таки я в общем это говорил и в общем я это видел так на самом деле что идти кто дает там но и бутылку пластмассовую кинет примеру такое да что тот уберет вот я о чем говорил что такое европе конечно хорошие люди живут ну понятно понятно это так просто была реплика что надо акцентировать что я не всех имею ввиду а вот тех поросят которые это делают ну ладно идем дальше так виталий заставание разве германия нет независимых каналов и блогеров но я думаю что есть независимый канал и блогеры здесь наверное даже обсуждать не надо это особо тратите время реплика от подсолнуха в эфир самая большая проблема немцев это открытый вопрос о самоидентификации люди не могут найти ответ на то что есть германия пиво карнавалы техно футбол люди не знают с чем идентифицировать себя им трудно осознать что является коренной основой их культуры изначально в данный момент вот такая реплика от подсолнуха так она есть что многие не знают потому что многие забыли свои свои корни где их не предки и откуда они вышли можно сказать и те кто занимается своими корнями интересуется для них проблема как таковой самоидентификации нет а сама идентификации проблема только у тех которые забыли чиха не будут это на самом деле такой есть вопрос эфир от евгений самары поощряется ли в германии многодетные семьи от трех и выше детей коими-нибудь какие-нибудь денежными вознаграждениями и льготами всякими если программы для повышения численности населения чистых коренных немцев так как у меня снова у детей пока нету и компетентно на этот вопрос не смогу ответить если какие-то федеративные программы или нет насколько я знаю это все зависит тоже от земли я сегодня разговаривал пример с человеком с лепцигом или как просить называть лептик кстати это тоже вообще дурная такая привычка почему-то тут убил в россии германские города некоторые называют по-другому не ляпциг примеру а лепциг вот и там в этом городе он говорит там прям видно что очень много беременных женщин детей очень много и ляпциг то же самое он является один из ведущих городов германии где рождаемость и вот социально такого паре ширяется но а в целом государство пытается сделать чтобы детей как но больше было примеры есть такая программа что если ребенок рождается то может отец уйти тоже с работы да именно несколько месяцев можно сказать взять себе как отпуск такой и определенную часть зарплату он будет получать там 60 процентов вроде бы что касается вот трех детей больше то среди коренного населения такого по крайней мере вот наше время очень редко увидишь у многих или один или два или вообще даже нет детей они берут себе собачек всяких и так далее а почему это принципе это понятно люди не хотят брать ответственность за других потому что собаку легче вы напнуть чем ребенка соответственно вот а если на самом деле было желание у правительства поднять рождаемость это относительно быстро можно было бы сделать да с разными программами все это просто нет на самом деле политической воли на кого как мы капитала в германии нет да вот не могу пропустить ответственника богов реплику 987654321 поехали с днем космонавтики друге в иркутске уже 12 0 4 2017 ура слава юре гагарину вот видишь какой позитив на самом деле великий день 12 апреля так что всех с праздником наступающим а где тоже наступившим вопрос эфир не ответали из эстонии вы слушали или читали рассказчик от журнала фантаскоп автор юрий дегтяр подарок бога рекомендую ее перевести на немецкий или германский язык ну вот есть возможность знакомиться вопрос эфир от янжа добрый вечер подскажите правда что в германии молодые люди не знают кто они он она или оно или что сейчас германии со свастикой и язычеством и что сейчас германии со свастиком и язычеством ну частично ты уже ответил немножко но есть возможность уточнить особенно про он она или она такое на самом деле есть что гендерная пропаганда ведется что детей обучают как правильно вести половые отношения то есть оцеломудрия таком здесь вообще не ведется разговор вот а вопрос только как правильно защищаться и все такое и что ребенок может вроде бы в 12 лет он может определиться уже до конца со своим полом то есть кто он мальчик или девочка в 12 лет только а до этого он может пробовать себя и там и там как говорится вот и на многих посмотришь если то на самом деле там непонятно это кто это юноша или ты или девушка это ну не он не она это уже она и так инфантильное существо и это очень много такое есть на самом деле из но это надо понимать это глобальные структуры запустили определенные программы как вот гендерная цвета пропаганда и что касается пидоросни и все это не дай бог если раньше было там но против евреев что-то сказал то все уже антисемит и клеймо то сейчас если кто-то там против педиков что-то сказал или за здоровую семью да ты там против гомосексуалистов то ты типа уже против человечности тогда а это понимает это просто средство управления то есть это вся гендерная пропаганда чтобы еще людей и еще быстрее сократить рождаемость потому что смотрите что происходит с такой с управленческой точки зрения вот мы сегодня проходили 6 приоритетов управления на и шестой приоритет 6 приоритетов мы смотрели на ситуацию в россии и германии вот на 6 приоритет это военные то есть если сократить население да надо каждому образно говоря каждого убить до или ракеты там сбросить и так далее но убить там можно тех кто родился это шестой приоритет он очень быстро относительно можно причин найти для войны полететь и ракеты там бросить и устроить конфликт а вот первый приоритет мировоззренческие он чтобы его добиться там стабильного такого управления нам намного дольше но если посмотреть это намного стабильнее в долгосрочном перейдет то есть если человеку внушить идею там но что он там педик или лесбиянка примеру то живи для себя зачем там дети образно говоря то все это человек он уже не будет потомство иметь то есть его но образно говоря не убили да но ему такую идею такой вирус внедрили что он не не сделает продолжение своего рода то есть сокращение населения произойдет так и так вопрос только по во времени то чуть-чуть во времени вытягивается и тем самым глобалисты добиваются своих целей то есть как им сократить население они по-разному добиваются и это один из методов просто сокращение населения которые в западе очень хорошо продвигается и ювенальные сит на юстиции с чем россия столкнулась то тут германии очень жестко что касается вот ну так называемый югентом да дети отбирают прямо у людей прям жестко такое что от семьи вырывают и отдают их такие нетрадиционные фамилии семьи можно сказать на где потом детям еще больше психика ломает по убивал бы ну ладно вопрос эфир от и так а продолжение тогда кстати от янжа и что сейчас германии со свастикой язычеством а могу только опять личный пример провести и дополнить еще что у вас состояние в общественном насчет свастики может быть наши слушатели помнят когда в германии было такое время когда якобы как изнасиловали девочку в берлине и многие русскоязычные вышли на улицу ну вот в нашем регионе тоже люди вышли на улицу и попросили меня организовать митинг что все это нормально было уже потом но вот на второй митинг организовали я выступил в роли главного организатора у нас здесь в регионе ну и все провели митинг там вообще было такое пришло часть русскоязычного населения и так называем право радикала пришли вот поддержать тем самым потому что они тоже против насилия мигрантов над детьми соответственно ну и что мы провели митинг это было 7 февраля 9 февраля уже криминальная полиция у меня на пороге стояла меня пригласили на моем аккаунте на фейсбуке они нашли свастичный знак не свое время брат прислал благовония с индии и там прям такая четко выражена свастикой ну и я сфотографировал выставил в интернет игр он даже в индии свастика против темных духов борется мол так с улыбочкой все это ну вот они меня пригласили что я использую незаконные символы третьего рейха и хотели меня дело на меня открыть но дело открыли да то есть до суда хотели довести я им сказал что у меня ведическая религия где это священный знак и и нос на это русло все перевел для него это был полнейший шок потому что в религиозном направлении он со свастикой никогда не сталкивался и если кто-то здесь так официально поднимет свастику на флаг то ему сразу засудят даже коренные немцы их настолько ему уже это все и кстати это в свое время это была специальная операция чтобы у белых людей не сделать отвращение против свастики и свастичного холдора в целом довольно таки успешные внедрили потому что многие презирают этот знак потому что много страдания было под его флага можно сказать сделано то есть посылка до свастика была хотя свастика то никого не убивала вот а что касается использования в культуре и вот в строениях то свастичный узор в германии кругом можно увидеть и что касается так называемых язычников или те кто наследие прикоса поднимает то до этих людей пытаются заклеймить по всякому хоть нацисты хоть еще как-либо но как я уже говорил все больше и больше людей просыпаются и начинают поднимать свои корни и объединяться со своими грядками благодарю я же вопрос эфир как к изменению религии немцев отворачивается от церкви то есть когда немцы отворачивается церкви как относится их не рпц и правительство ну как они понимают то что овцы уходят кстати тут так даже официально газетах некоторых пишет то что шефхен так называем но овцы уходят и конечно церковные структуры они понимают что они тем самым теряют управление и как я уже говорил германия она уж давно давно не христианство хоть и здесь и церквей много все это очень многие люди занимаются сетерическими практиками всякими и хоть там фингшуй там китайский там и так далее все это например такое и другими практиками это есть и руководство пытается как можно ну повлиять это да то есть тем самым ну людей держать под контролем просто надо понимать эпоха религии она уже ушла не просто же так у христиан был их не первый символ рыба а мы же знаем то что эпора эпоха рыб она закончилась и эпоха водолея но если так вот григорианской посмотреть она наступила а водоле это что это вода да вода не просто так она ассоциируется но с информацией вода текет информация текет поэтому новое общество будет информационная на новых знаниях построена на космических и во многом этому вот с россией люди питают как раз вот это вот новые знания почему но в германии относятся с уважением примеру если гертом с россией медицина какая-то то для многих это там чуть ли не от богов это примеру и также тоже вот знания из россии а хотят ведические знания хотят другие знания многие с огромным уважением германии относятся к этому и одно из почему западная элита пытается всю россию выставить в негативном ракурсе чтобы люди не интересовались россии и теми знаниями которыми идут из россии но сюда четыре с половиной миллионов шпионов приехала в германию поэтому они делают свою работу хорошо пускай делают реплика из ютуба от юлии из германии здесь говорят вы же хотите крестить детей венчаться и так далее платите налоги этот когда мы про налоги говорили церковной когда я удивился идем дальше вопрос эфир от виталий из эстонии как в германии и в россии относится к природе если разница в этом направлении но ты уже частично это сказал и получил укор что всех поросятами назвал в том году я был на родине за долгое время я сам родом из сибири в томской области и видел как там работают с лесом вообще в целом на то что леса много и там прям ну срубали на повал так образно говоря я говорю а тут что-нибудь кто-нибудь садят или чё да никому там чё надо это и так далее вот другого спросил да там кто-то что-то делает садят по им по минимуму все такое но так что прямо целенаправленно на программа такая такого ничего нету вот приведу пример опять же в германии тут прям следят за лесом а вот за природом в целом по крайней мере я могу точно сказать об аварии это сто процентов но и в других землях вот уход баден бюртенберг у меня там друзья тоже живут и ездил там есть лесники то есть это вот еще на самом деле оно осталось такое они прежде чем деревья какие-то валить они их выискивают смотрят и подчищают тем самым лес и старое срубают новое садят тем самым что обновление постоянно происходит и даже если они срубают какой-то лес на ту сначала аккуратно кучкают на и потом соответственно ну вывозит таких вот в масштабно где прям природу ну не то что уничтожает а но неуважительно относится к этому такого германии нету и как уже говорил что даже если вот ведется стройка какая-то хоть дорогу там или что делаю ну конечно не везде это логично да но вот во многом такое что прям там как вот операцию аккуратно проводят все там не мусора не не что и также тоже что касается вот на природе чтобы идти там и увидеть где-то баллон там или еще что-либо но такое тоже есть конечно мусор выкидывают но очень редко такого увидишь германия то все-таки зачастую природы следят хорошо смотрим дальше следующее писание янжи вопрос эфир что сейчас германия видит в россии только полезные ископаемые газ ли тогда только ресурсы поэтому ему выгодно убрать путина чтобы россия опять стала при сырьевым придатком запада вот элиты видят только это во многом не расширение со своего влияния потому что россия сильная россия никакой с горли вот построение своего фашистского режима во всем мире а что касается народ народ видит народ германия между то есть по народам я им все время подразумевать те кто здравомыслящие люди да те кто так образно говоря серая масса который верит пропаганду они красиво так относится нехорошо неплохо но есть россии есть русские ну или пускай живут и живут как говорится а те кто здравомыслящие интересуются они заинтересованы прям сотрудничество россии причем на всех приоритетах хоть это культурно-экономическое научное религиозное в сми в сфере там философии то есть они хотят сотрудничать с русскими так хорошо вопрос эфир от велимира что скажешь о канцлер акте германии этого как и rf знаешь ли ты об этом знаешь ли о том что юридическим государством германии является третий рейх что касается канцлер акте многие благодарят русским даже за это что благодаря российским сми они узнали о канцлер акте игры смотрите даже русские говорят об этом что есть канцлер акта вот это все это есть конечно почему и меркель и все остальные ездят в вашингтон на поклон все это есть и как все точки зрения вот просто в дополнение могу сказать у меня знакомые есть так вот это те кто бывали берлине они прекрасно знают ну каком уж были возле рейхстага до который наши предки когда-то брали все время и вот мои знакомые они уже так сейчас я скажу на протяжении так например как минимум на протяжении уже трех лет они каждый день стоят перед рейхстагом стран с транспарантами всякими с информацией и рассказывают как и туристам как и местному населению что германия оккупированная страна с юридической точки зрения и что это нацистская германия до сих пор еще существует вот только вот представить да то что на одном из главных мест германии но перед рейхстагом да это одно из главнейших мест германии стоят люди которые разрешили с юридической точки зрения имеют полное право на это которые рассказывают людям что германия до сих пор еще оккупированная страна то есть элита которая это разрешила она прекрасно понимает что надо менять ситуацию это но они прекрасно понимают следующую тоже ну та часть элиты если они начнут это сильно вякать об этом то их также тоже уберут как и многих политиков которые уже пытались об этом заявить скажем и и вот в такими вот методами они как пассивно помогают чтобы еще больше людей об этом узнали обрыв связи на связи на связи что происходило с твоей стороны я не знаю я на связи был понятно что происходило с нашей стороны хорошо это русские хакеры они сначала трампа выдвинули а теперь не с пути сдвинули и теперь еще и на германию попросились понятно ну что ж продолжаем наш разговор да продолжаем наш разговор русские хакеры не такие да житья им нет спокойного так ну у нас разговор прекратился на том месте когда мы заговорили о том является ли германия россия о да ты сказал что в общем-то да об этом все знаешь и никакого какой новости для тебя в этом здесь в этом здесь нет идем дальше да германия это уже давно не новость а вообще если это не новость то как я германию это устраивает жители германии или все-таки не устраивает алексей но те кто в теме и конечно не устраивает такая арабская позиции и несуверенизация то что германия до сих пор несуверенная а многие те кто не в теме они говорят а в чем проблема есть есть что крыши над головой есть тепло есть работа есть что менять они не видят смысла почему надо менять что-либо германия они не понимают до конца почему что германия пока оккупирована она не будет ну полновластно соответственно вести внутреннюю внешнюю политику а все время в ракурсе англосаксов поэтому для тех кто в теме они пытаются по-своему влиять как я уже верил на изменение ситуации германия на только представить больше чем 100 разных групп есть которые рассказывают людям вот пытаются с юридической точки зрения переорганизовать германию заново более 100 разных групп но они разбросаны все и каждый одеяло может потянет на себя и как я уже говорил это миллионы людей уже знают и это далеко ходить не будем даже взять я паспорт германия так называемый персонал аус вайс на пластиковая карточка так вот персонал то есть персонал то где-то фирме а не перзона аус вайс то есть да паспорт персона можно сказать а персонала паспорт то есть уже о многом говорит какой статус у германии кстати а многие даже в россии говорят что и россия с юридической точки зрения это ооо и многие даже в германии говорят посмотрите россия есть такой интернациональный сайт международный они как посмотри россия зарегистрирована как ооо российской федерации и министерство финансов и все остальное все зарегистрировано как ооо так что поэтому вам тоже есть над чем подумать и поработать в россии хорошо идем дальше вопрос эфир янджа германцы знают что означает их флаг и герб я надеюсь он имеет ввиду флаг который сейчас то есть черно-красно-желтый он не уточнил вот как написано так прочитал но многие конечно в германии понимают что этот флаг черно-красно-желтый это флаг который ограничивает германию в развитии даже просто логично если подумать представить черные вверху на а многие понимают что истинный флаг когда-то в свое время хоть недолго но был наоборот черный внизу был то есть желто-красный черный то есть и ноги расшифровывают вот новый флаг который будет рано или поздно германии и если геруси будет мы этого будем добиваться что флаг изменился черная эта земля а то есть темная соответственно чем люди стоят красные это это люди это любовь это сердце это вот кровь это опять же любовь к родине и так далее и когда человек соединился со своей землей чувствует в себе свое сердце вот на самом деле за этот красный свет что мы этим самым подразумеваем и логично куда все тянутся тянутся к свету желтому вот золотистый свет он сверху будет и тогда у германии совсем по-другому энергетика потекет и развитие германии будет и чтобы вот у не было у германии солнечного развития им флаг просто наоборот поменяли то есть черный сверху а кто к темноте то стремится меньшинство понятно так дальше вопрос в эфир от янжа как германия относится к масонам германия масонство здесь это почете это свет это святое это святое было не то что это святое те кто как-то пробился в элиту они прекрасно понимают что надо быть в каком-то клубе хоть роторе хоть и лайнс клубы там хоть и разные масонские структуры они понимают но у них нету до конца понимания насколько важны в глобальном управлении эти все масонские структуры они все-таки видят это во многом такого более как более регионально это все а те кто люди те кто в теме они понимают что масонство это средство управления целом они негативно относятся к масонству целом не трожь это святое хорошо идем дальше вопрос эфир от михаил из москвы очень интересно германии власти осуществляют гонение на людей которые хотят разобраться в своем наследии предков благодарю есть такое конечно а как же я в германии даже вот мне недавно присылали информацию с разных источников и дальше на официальном уровне правоохранительные структуры выработали такую целую методичку как относиться к этим людям так называемым они их называют здесь рейхсбергер то есть те люди которые хотят вот рейх вас дойчес рейх то есть герман вот этот немецкий рейхер это восстановить не надо путать с третьим рейхом потому что это дойчес рейх это был до нацистской германии вот они такой целую методичку выпустили как с ними работать то есть правоохранительные органы все больше больше обращают на этих людей внимание потому что и все больше становится и часть из этих людей она как ну радикализуется то есть они говорят надо там и масонов жидов и всех остальных мигрантов и полицейских надо всех мочить и поэтому правоохранительные органы вынуждены предпринимать меры и я это прекрасно понимаю эта система так работает в россии в россии не по-другому посмотрите если там есть разные люди которые пытаются свергнуть власть там ну или если они как-то какой-то если система какая-то почувствует опасность они от них то и их также тоже быстро в каталажку воткнуть причем германии очень многие люди или а попали за решетку или просто-напросто их физически убрали реплика эфир от вели мира в 1945 году был подписан акт о капитуляции вооруженных сил германии а не капитуляции государства посему если следовать этому то государство германию никто не отменял и ооо германии сейчас не действительно та германия которая была так она и осталась а вот капитуляция вооруженных сил она уже была принята вот такая реплика так и поэтому по сути да поэтому по сути сейчас вот это то что там о это не действительно а то что было до этого но так и продолжает существовать просто как-то об этом мало кто задумывается вопрос эфира джене макаровой странное сочетание немец чтит предков при этом педофилия процветает абсурд но здесь же опять не надо грести всех под одну гребенку педофилия процветает конечно такое есть но опять же среди каких кругов не простой же человек идет и маленьких детей насилует а те люди о которых мы говорили тоже здравомыслящие люди они чтут своих предков и детей и без заботиться о них и они не согласны все это продвижение все это пидоросни и так далее и в сми и в структурах они выходят на на улицу с демонстрациями в германии очень много здравомыслящих людей которые не согласны с навязыванием вот это вот таких законов я бы так бы сказал бы то есть но такого нового образа жизни и они прекрасно понимают что сейчас легализует полностью так называемые однополые браки а пройдет еще лет 15-20 и легализует уже там свадьбу или там женитьбу со зверми с детьми примеру да вот насколько я знаю в норвегии даже есть 80 или сколько разных полов да то есть там можно выбрать вот до чего до цивилизовались да алексей тарасов вопрос эфир здравия ведущая читал что германия как и других странах европа принято доносить стучать друг на друга звонить куда положено даже соседи и близкие друг другу люди грешат этим что вы сможете сказать по этому поводу немцы не прочь побаловаться горячительным особенно пожилые наблюдал неоднократно в ночных барах в египте есть это и есть европейская мечта под старость или я ошибаюсь то есть два вопроса по поводу стук-стук-стук и по поводу буль-буль-буль но принципе на то и на другое мы уже говорили стукачество есть и она поощряется и она уже с детства взращивается в этом то есть как раз от такого что вот братство за друг друга стоять и это совсем противоположность тому что детях воспитывают с детства что если кто-то там провинился что-то да ты доложи на него тем самым хорошим будешь или в полицию все это это если это мы об этом говорили уже что сдают причем помалой мелочи далеко ходить не будем недавно я встречался со своим знакомым его сосед ему мозги парит да по участку что он там построил что-то не так хотя он имеет право там строить вот доносит давно органы и органы ему соответствующие проблемы делают да что у него нету нежелания не своим домом заниматься не участком и стукачество есть опять же чем я говорил что с местным в разведку идти я бы 10 раз подумал бы а что касается вот буль-буль-буль то германии германии детский алкоголизм он очень сильно развит но любой старик он когда-то был ребенком и поэтому для многих и возрасте уже о чем мы говорили по пивасику там или по чему-либо другому само собой как говорят германии скихерд мит отцу то есть это должно быть такое то то что это соответствующее жизни это это нормально типа того так идем дальше реплика из youtube от юли из германии немцы не понимали моего удивления по поводу церковного налога они говорили что безналога церковь не выживет идем дальше виталий из эстонии реплика эфир народ германии это германцы они немцы но об этом в общем уже говорили реплика из ютубы от юли из германии моем случае хорошо относится к русским в основном бывшим gd и бывшие гд ровцы вот так вот реплика в эфир от вели мира цитата путин сказал кто говорит что россия для русских тот дурак или провокатор это в твой камешек наверное в твой город камешек вот с его стороны по секундочку я бы хотел бы комментируй комментируй смотрите слову русский это какой вот я примеру да вот я русский германец или русский немец так что было понятно да есть русские евреи русские казахи какие это то же самое вот как вот и западные то есть это какие люди русские это для нас вот по крайней мере понимание это объединяющие на мировоззренческом уровне людей то есть это какой образ жизни там за отчизну там например у там за друга постоять всего-то ну и вот такое все то есть не будем сейчас перечислять то есть русский это какой а если образно говоря русский говорит что россия только для русских но а что более с другими ста национальностями которые живут хоть они даже и как ну и в меньшинстве то есть если русский только россии для в кавычках для белых для русских то я здесь прекрасно путина понимаю потому что это будет расчленение россии на разные княжества маленькие как это было и запад только будет потирать этому руки а если россия для русских то и на самом деле мировоззренческие то я это целиком полностью поддерживает для россии на самом деле для русских и русские а нового во всем мире это будет русский как бы это странно не звучало но рано или поздно весь мир будет россия то есть по образу и подобию русский жить но это своя тема для разговора братья учите великий и могучий он пригодится не китайский не английский нет русский реплика в эфир от виталия так навальный же опять не не буду читать больше надоело тем уже так дальше я гриш вопрос эфира что с трампом не так что немцы от него ожидали о чем он не не оправдал доверие если речь об ударе трампа по сирийскому аэродрому то это спектакль по договоренности с путиным выгодные обойти обоим опять политика так смотрим ролик на позывательный тв там и опять ну все завязываем с этим надоела тема вопрос эфира в россии леса в россии леса сохранились а в германии леса сохранились все сохраняются вырубка идет конечно лесов но все время садят новые то есть если вот пойти в леса то видно новые саженцы высаживают то есть за лесом смотрят германии но вот у нас допустим бавария баварском лесу прям такая как болезнь у леса лес вымирает какая-то вот саранчат прямо на такой полосами вот косит лес это такое есть но и вырубка леса в германии она тоже идет германия кстати так если посмотреть процентах относительно много леса есть да и даже такое что лес немногий лес который в германии есть многие думают что здесь только парки есть нет и на самом деле леса есть если конечно такие сотнями километров как в россии не позволяет территория но тот лес который есть даже его на экспорт выводит китай и многие недоразумевают как так мы ищу лес поставляем китай дорогой лес который нам нужен здесь многие короче кто по дереву работают они возмущаются этому но в целом в целом если так обобщить за лесом смотрят потому что они прекрасно понимают что лес это один из немногих ресурсов которые в германии есть которые самым базам возобновляется только надо время юлия с германии в ю тубе написала видим как ты говорил про искажение названий по-немецки лейбзиг то есть по-русски произносится лейпциг но при этом москва русское слово произносится москау есть такое то есть и в ту и другую сторону искажение присутствует но видимо как удобнее предносить так и произносит дальше миколаевич из тераховки вопрос эфир смотрел кино советское еще и во времена чемпионата мира по футболу слышал что в публичных домах германии только наши люди если уважаемый соведущий в курсе вопроса подскажите это так если нет то не надо еще раз я просто не совсем это трудно понять на самом деле то есть он говорит что правда ли что в публичных домах германии только наши люди вот я не понял наши люди то что те которые туда за те которые туда те которые туда ходят или те которые там обслуживают работают в свое время было да очень много вот и с украины из россии работали в чехии очень много украина там работает но сейчас про публичный дом наверно про проституцию это говорим до работают но сейчас все больше 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 других то есть на кожах подтягивают но белых очень много тоже мерзавцы короче так дальше виталий из эстонии реплика эфира цвета листами я бы предложил еще белый сверху посередине желтый внизу черный вот такой распредложение от виталия я думаю что не будем мы менять цвета просто поменяем их расположение на правильное а цвета желтенький сверху очень даже мне нравится елена 777 вопрос эфир здравия слышала от умных людей что если немцы начнут изучать русский язык как свой когда-то изначально родной то немцы восстановит русь на западе что вы в этом думаете и вам не нужны преподавать для русского благодарю нужны елена вперед ты там нужна info собачка за и еваль точка ру обращайтесь до восстановления западной руси то прекрасно знаем что откуда рюрик пошел и у геманцев у них много еще осталось то есть даже есть музеи славянство вот и один из клочков напоминание вот едином таком когда-то прошлом это остались еще наши братья сербы или как они здесь называется их сорбы вот где дрезден регион дрездена там еще оставил осталось такое но славянское маска славянские племена их здесь германии называют сорбы ну сорб или сербы и они используют хоть на латинизировано но если читать это можно спокойно мы можем читать и понимать их язык и когда-то время это осталось и там еще преподают вот сорбский язык говорят на сорбском языке это возле дрездена и вот когда вот может быть люди видели по телевизору что здесь германии там люди поставали на эти вот мигрантов нападали там на всякие хаймы и так далее она но эти жилища на их не и одно из как раз это было это как раз вот там вот люди возмущались выходили на улицу протесты вели то есть люди там больше вообще на вот на востоке германия благодаря тому что советский союз все-таки ставил человека больше в центр они старался не перевоспитать германцев до их уничтожить а сделать нормальное общество из них людей да и тем самым там больше люди еще за себя готовы постоять и готовы выражать свое мнение ну вот как раз это возле дрездена тому сорбу живут и они там на самом деле то есть него не согласны и возмущаются очень сильно это наши братья славяне а в свое время вот я жил в тюрингии это центр германии как я уже говорил германия это 16 земель а этот центр германия называет его это сердце германия тюрингия и там есть городок небольшой играет и там это все официально написано что раньше жили славяне потом их уничтожили там и пере переформатировали это это все это есть только те кто интересуется даже далеко ходить не будем я был берлине когда всем рекомендую берлине башни есть на высокая телевизионные там вот на башне как раз вот туда поднимаешься когда и там написано о создании берлина там логично все по-немецки написано но те кто может прочитать они смогут понять там стоит четко черным по белому говорится что прежде чем дальше вот берлин стал таким берлина как он есть там жили славянские племена все это они были до этого даже когда уже соответственно потом берлин стал такой как мы его сейчас знаем и все это я даже сделал видео на youtube его можно найти как ну то что с берлином связано тоже занимаюсь определенной информационной деятельностью так там возмущение было у многих как-то какой берлин русский город славянский давно выбросите хотя я только зачитывал что там официально написано не хотят верить не хотят поскольку пропаганда тоже а им тогда надо вспомнить им надо мировоззренческий сдвиг тогда сделать то что они оказываются славяне просто забыли это хорошо идем дальше так если у него значит дружба или нет какая она это уже мы рассматривали следующий вопрос реплика эфир от виталия из эстонии россии для русских и для народов россии дальше еще одна реплика для того чтобы решить русский вопрос нужно совершенствовать русский язык русскую культуру русские традиции обычаи русские религия и верование и веру но вот в принципе все реплики мы зачитали все вопросы мы позадавали давай уже переходить заключительной части нашего сегодняшнего эфира подводить итоги просят чтобы ты поделился ссылочкой на свои на свой видеоканал чтобы можно было там что-то посмотреть вот друзья мои вы пишите к нам через форум обратной связи есть какие-то вопросы будут уточняющие мы будем размещать эти ссылки на сайте чтобы вы могли то что вас интересует посмотреть послушать почитать я просто могу сказать пускай люди зададут на youtube мы имя фамилия вячеслав сеевальд у меня русских фильмов немного потому что все таки больше на германоговорящую аудиторию информационной деятельности там есть несколько интервью хоть дмитрием тараном с валерий виктором чемпиакином которым делали сайт мой это за его и точка ру мой сайт и там можно найти информацию но как искал там практически все на германском языке потому что хорошо в русском мире достаточной информации мы тут на западе ведем проповедением занимаемся хорошо давай за заключение уже что-то будем говорить такое подводящие итог сегодняшней нашей встречи чтобы стало понятно к чему мы всех призывали и о чем в принципе здесь вот больше трех часов разглагольствовали во-первых еще раз хочу поблагодарить алексей тебя твою команду за то что у нас сегодня состоялся эфир я надеюсь нашим слушателям мы помогли немножко их не кругозор расширить а что касается подведение итогов то хочу следующее просто сказать люди ездите сами смотрите мир развивайтесь и сравнивайте как в других странах и смотрите где что хорошо других и внедряйте себя в обществе это и тем самым облагораживайте свою родину можно так сказать а что касается россии и германии то наглядно если взять наилучшее что германии есть принести в россию из то что в россии есть германия принести это то мы возродим единую русь потому что когда россия с германии объединится то есть мужчина женщина это новое что-то возродится наши друзья кавычках на протяжении уже тысячелетий пытались всеми методами этому препятствовать вопрос только такой научим научить ли нас чему-либо нашего прошлое и оставим ли мы это в прошлом уже или будем тянуть это и в будущее или будем совместно делать на самом деле в будущее то которым мы хотим да я понимаю прекрасно что русичам одной рукой много ничего не добиться и одной ногой далеко тоже не упрыгаешь поэтому вот мы и русские люди живущие германии и призываем всех кто слышит и услышит это потом давайте вместе трудиться возрождать единую русь великую потому что наши предки об этом мечтают и хотят это вопрос только такой то что насколько быстро мы это все с вами сделаем и это все во многом зависит от нас но самое главное конечно надо начинать от себя меньше верить тому что говорят сми а больше чувствовать и только потом анализировать хорошо благодарю тебя за хорошие добрые слова заключение а я же напомню что сегодня у нас по одному из современных календарей 11 апреля 2017 года вторник по одному из старинных 41 день месяца пробуждения природы 7525 лет и седмица с нами был вячеслав сейвальт и он нам рассказывал в чем отличается германия от россии такой сравнительный анализ я желаю вам всего того же что и вячеслав пожелал будьте хозяевами своей земле будьте здравомыслящими людьми и тогда в общем то вас невозможно будет свернуть с пути истинного и тогда вы достигнете тех целей которые перед вашим рождением были перед вами поставлены и тогда все будет хорошо хозяин он всегда делает так чтобы землемет матушке было лучше для того чтобы людям живущим на ней тоже было хорошо и чтобы люди всегда жили по-человечески они по-скотски на 7 я с вами прощаюсь с вами был алексей орден народное славянское радио все нужно все важно алексей орден и Субтитры создавал DimaTorzok